Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас в Satisfactory. Как обычно, выходит второй раз. Второй раз бета-версия. Будем мы запускать и посмотрим, что там получится. Я надеюсь, тупников больше не будет, как было в прошлый раз, но нужно дождаться, пока они откроют ее в Epic Store, чтобы можно было обновиться, потому что в данный момент еще недоступно скачивание. Ну, точнее, просто подключение. Хотя московское время 20 вечера. Ну что, давай обновляйся, алло. Да, пока еще недоступно. Можно, конечно, к ним на стрим зайти посмотреть, что они там сделали. Разработчики козлов ведут стрим с обратным отчетом с самого сранья сегодня. У них там цифры в обратную сторону бегут к тому моменту, когда они сделают доступ, раннего доступа. Пока что оно все недоступно. Тут, к сожалению, какие-то проблемы с выводом вот этого вот их Epic магазина. Точнее, картинки с этого Epic магазина сюда на трансляцию. Поэтому черный экран. Стрим черного экрана. Ну, нет, не привыкать, конечно. Вот, что-то типа того. О, да, здравствуйте. С гайдами, да не. Если ты про эту игру, рано тут какие-то гайды делать. Она... Нет у нее контента, чтобы под него гайды пилить. В этом во всем можно очень быстро разобраться. Все это подвести под формулы. Но, к сожалению, контента пока нет. Для каких-то гайдов. Насчет паровозиков, Евгений. Паровозики будут в седьмом тире. Седьмой тир будет позже. Сейчас пока только шестой должен быть доступен. Я об этом, собственно, написал в чате. Слаймраншер. Я не знаю, что это такое. Факторио. Завтра серия будет. Сегодня у меня, к сожалению, проблемы были тут. Небольшие. С восприятием. Я, короче, не заметил. Я же сегодня писал в сообществе на канале. И вконтакте писал. И в дискорде. То, что я не заметил. То, что я начал записывать серию третью по факторке. В низком качестве. В низком битрейте. В итоге записал. Потом посмотрел. Схватился за голову. Йопер на театр. Пришлось перезаписывать. Серия перезаписана. Серия уже смонтирована. Я жду, пока дорендерятся долботроны и все такое. Вот. Так что да. Здравствуйте. Долботроны дорендерятся. Я их туда вмонтирую. Впендюрию. Финальный рендер сделан. Быстро идет. И залью на ютуб. Серия завтра будет. Для патреона серия будет чуть пораньше. Как только там все отрендерится. Сделаю для патреона доступ. Для всех остальных. Либо в обед, либо ближе к шести вечера по Москве завтра. Это по факторке третья серия. Кто интересовался? Блин. Ну что. Придется смотреть, что у них там на стриме. Потому что что-то какой-то трешак. Я тут с этими черными экранами устану просто сидеть. Так. Ну что. Алло. Ютуб. Покажи мне, пожалуйста, что там происходит у ребят. Так. Что-то я не пойму. Почему-то у меня главная страница Ютуба опять поменялась. Как они надоели переделывать взад-назад графику эту ютубовскую. Никакого функционала не добавляют. Меняют только внешний вид. Что? Зачем вот так вот? Ладно. Хрен с ними. Не будем на этот счет. Сейчас тут разговоры вести. Блин. Что-то стрим. Кто-то может ссылку на их стрим дать? Если у кого-то открыт. Посмотрите, пожалуйста. У меня что-то история куда-то уплыла. 35 часов стрима. Зачем оно? Оно все еще обрабатывается. Я его закрыл. Смысл? Да здравствуй, товарищи. Да щедай всем, кто в теме. Да. А, лаунчер тупит. Блин, спасибо, лаунчер, что ты такой. Да, сейчас перезапустим. Блин, раньше сказать не мог. Эх ты, Костя. Блин, и что мне сейчас цело вот это вот устанавливать 20 минут? Вы что, прикалываетесь? Серьезно? Да. Там, наверное, можно в старую папку посмотреть. Дайте-ка я гляну. Сейчас посмотрим, чтобы это все быстрее просто установить, потому что мне тут не хочется показывать на стриме, как это все тут устанавливается. По 100-500 часов. Так, сколько у нас тут весит она? 17 гигов, а что проверка-то нельзя никак сделать? Давайте их обманем. Сделаем копипасту. Сейчас я немножко переменую папки и сделаю автообновление и посмотреть. Зачем перекачивать одно и то же? Я надеюсь, это будет работать. Я надеюсь, там не совсем кривые-то люди сидят, которые это все пишут. А, ну действительно, это только эпичная установка, да? Ладно, сейчас название поменяем. Satisfactory. Yearly Axis. Блин, если это еще тут все зависнет... Так, окей. Готово. Yearly Axis. Сейчас будем делать проверку. Я надеюсь, это немного времени займет, иначе это будет просто блинная неудача. Это будет фиаско, братан. Такс. Давай игра. Каталог должен быть пустым. Вы что, прикалываетесь? Игра. Ладно. Придется устанавливать. Обмануть не удалось. К сожалению. Один процент. Блин, я даже не знаю, что делать. Можешь пока факторку катануть. Если успеешь сделать, Михаил, ну, очень надеюсь, что успеешь. Я не знаю, как там оно подключается в партийный режим. Я надеюсь, можно будет просто приконнектиться там любому, кто во френдлисте. Вот. В стиме нет. В стиме нету. Это печалька вообще. Какого хрена? Блин, жесть вообще. Одно и то же, один и тот же клиент дважды качать. Я не знаю. У меня такое ощущение, что современные игры у нас все-таки делают их дизайнеры. Доброго вечера и хорошего стрима. Здоров, Литлфуд. Спасибо за Леонида Аркадьевича. Я надеюсь, вечер будет хорошим, и мы все-таки сможем по-человечески загрузить игру. А то, блин, хрен его знает. Насчет консолей черт его знает, Евгений. Движок P9 поддерживает и консоли, и все остальное. Вайпе, все дела. Так, факторка. Факторка тоже хорошо, но надо же разнообразие какое-то. Я и так... У меня от факторки уже голова болит. У меня от факторки уже четвертый день подряд. С учетом того, что эти стримы все были, все там делал. У меня еще гадик немножко поделал по железным дорогам. Совсем чуть-чуть, там буквально несколько часов позанимался. Но все равно, это все время отнимает и силы. Игра вышла, Ромик в ранний доступ. А, другая игра. Блин. Печально. Да, пасьянс. Пасьянс такое, знаете. Ха-ха, сапер пасьянс. Не, давайте лучше о чем-нибудь веселом пообщаемся. 40% уже установлено. Сейчас у нас запустится. Придется тут немножко, конечно, опять шаманик, с настройками. Капец. Да, у нас, у нас вечер. Ну, часовые пояса все разные. Такое. Гайд былинный. Я тоже надеюсь, что гайд будет хороший. Надо туда будет качественных спецэффектов, завести хорошие инфографики, чтобы все, даже те, кто игру увидит в первый раз, поняли, о чем там речь идет. Вот это будет самая, как бы, нормальная тема. То, что надо, то, как надо делать гайды. Так что посмотрим. Ничего пока загадывать не буду. Надеюсь, все будет окей в этом плане. Насчет русского я тоже очень надеюсь, что завезли, потому что играть на капиталистических языках крайне некомфортно. Это надо сидеть, вот смотрите, что получается. Я играю на английском, а разговариваю на русском. Из-за этого мне приходится мыслить по-английски, а говорить по-русски. Мне это неудобно. По крайней мере, на стримах, когда игру первый раз видишь, когда уже так немножко притыкался, скажем так, там уже пофигу, на каком-то языке, хоть на китайском оно пускай будет. Все же раньше в детстве на Dendy играли в японские игры. Ну, я по крайней мере играл и пароли записывали и нормально все. Алфавит даже японский знали. Правда, не знали, что он значит, но да ладно. Да, здравствуйте, товарищи. Новое видео на канале Кофестейн вышло у нас. Акцесс Лаунч. Давай, игра, скачивайся. 45% уже. Больше даже. 50% практически. То, что на канале Гоха уже час играет. Ну, флаг им в руки. Накрученные боты. Да-да-да. Одни накрученные боты здесь только. Ну, блин, исконно православный язык. Это ж русский, ты ж понимаешь, да? Все остальное, оно ведь от лукава. Эх вы. Никто вы юмора, что ли, не понимаете? Ты бот. Здорово, бот. Я вот Диабло 2 только на капиталистическом игре. Не, ну по-русски там понятное дело, что там над мозги такого напереводили, что это капец. Лучше все-таки по-английски играть в оригинале. А так так жесть полная, причем. Долбатроны. Долбатрон будет завтра. Либо в обед, либо вечером. Ну, во второй половине дня. То есть, вначале там для Патреона выйдет. Кто не знает, точнее, если вдруг, кто не знает, есть у меня Патреон, такой сервис, который позволяет немножко поддерживать авторов на постоянной основе. И вот те, кто там подписан, те получают ранний доступ. Как его получить? В Дискорде все есть. Не, на греческом я играть не буду. Я понимаю, что исконно православный, это греческий. Ну, это же все шутки, вы что? Доступ к текущей версии хидднкад имеет тот, кто оплатил. Сейчас она установится только. К сожалению, приходится ждать. Я вот как знал, надо было стрим на 2015 назначать, чтобы никого не обманывать черным экраном. Хотя, вроде как, стараюсь разбавить обстановку. Ну, что делать-то? Моддингом игр? Рикиш, не, я не занимался. Зачем? Ну, это, блин, такое, сидеть, моддить, это надо, да не мое это. Вот совершенно. Я лучше просто какой-нибудь там проектик сделаю, чем буду моддить игры. Это знаешь, сейчас большинство игр, они так страшно, хотя у меня была идея заняться моддингом факторки, потому что у них там API довольно хороший и понятно вполне. я даже разобрался, как делаются моды, но у меня пока что ни времени, ничего такого, ни желания нет, чтобы сидеть и моду писать. Может быть, потом когда-нибудь. Так что, примерно так. Константин, ты сына, сам мыться, наверное, пошел, вместо сына. Это, кстати, новая игра у нас вышла. Черный экран называется и чат на черном экране. Да, здравствуйте, товарищ, кто заходит на стримчанский. Сейчас игра докачается у меня, осталось буквально 25%. Я не знаю, почему они так сделали, почему нельзя тупо заапдейтить было раннюю версию, бред какой-то. То есть, это уже можно сказать о том, что люди, которые так игры делают, они слегка дизайнеры. Как-то так. Я экран загрузки не могу стримить, потому что он у меня не захватывается. Потому что приложение Epic Store, оно не захватывается почему-то. Почему оно не захватывается, я не знаю. Я делаю захвата и захват не идет. Экран я захватывать не хочу полностью. Я бы рад был бы показать, но не могу. Опять же, захват не идет. Я могу так озвучивать. Осталось порядка 15%. 79... Нет, чуть больше, 15. Дмитрий, да, эксперименты ставим кругом и всюду. Сначала игра без звука, потом звук без картинки. схемы под 0.17. Первая схема опубликована под 0.17 будут завтра, когда будет третья серия опубликована по факторию. Схемы там они особо ничем от 0.16 0.15 отличаться не будут, конечно, но не знаю, может быть, кому-то пригодятся. Посмотрим. Так, API норм в связи понятное дело, что изи, но... Так видишь, это опять луа, надо сидеть, это опять каша в голове будет. Мне так не хочется, например. ОБС надо запускать с правами администратора. Не, не в этом дело, наверное. Но я особо я особо не хочу тестить лениво просто, серьезно. Я бы с радостью да нафиг. Да, здравствуйте, осталось примерно на 10%. Даже меньше, осталось 3%. Почему-то проценты по-странному себя ведут. Насчет взглядов левый, правый, средний, задний. Давайте это оставим вне игровых стримов, пожалуйста. Так, ну что? Музыка, давай, до свидания. Блин, сейчас опять игра начнет орать, наверное. Так, ну по крайней мере пока что она в окне запустилась, как было раньше. Сейчас надо настроить, чтобы она у меня нормально работала. Я выведу картинку и мы потихонечку начнем. Я надеюсь, ко мне еще несколько человек присоединятся, чтобы посмотреть, как это все у нас будет работать в манагерон. так, и я надеюсь настройки да, что-то настройки не очень подтянулись. Сейчас, секундочку. эх ты, игра. Так, ну что, давайте посмотрим, как захват будет идти. Сейчас я его себе сделаю. Есть картинка, а, так она, она подхватилась, да? А, так все, картинка работает. Слушайте, замечательно. Я надеюсь, ничего, уплыва никакого не будет. Если будут какие-то проблемы, обязательно напишите, я постараюсь их пофиксить. Вот, как-то так. Да-да-да, сейчас язык проверю. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Многоэтажные, в сезоне все это будет. У нас уже есть большие планы на это дело. Вот. Просто, я сам достаточно времени отработал, скажем так, на заводе. Я прекрасно понимаю, как они строятся. И то, что до этого показывали, почему, ну, по крайней мере, то, что я в ютубах видел. Почему люди делают вот это все на земле и одноэтажные, мне непонятно. Хотя игра позволяет, так, хотя игра позволяет делать весело и многоэтажно. Что за дела? Ну, алло. Хватит ломаться. Блин, как все-то страшно, очень у них тут язык вообще не переключается, походу. Я даже выбрать его не могу. Слушайте, ой, блин, ранний доступ, такой ранний. Да, блин, смотрите, он не выбирается. Так, давайте-ка попробуем фуллскрин снять. И вообще, экран сразу же уплыл, моментально. вот что они делают. Остановитесь, разработчики. Ужас просто. Давайте-ка попробуем перезапустить игру. Играющий подтверждение спрашивает, выйти ли мне из нее. Интересно, девки пляшут. Все круто, но переделывай. Все круто, но перезапускайте. Фон менюхи. Да, что-то тут доработали. Так, сейчас проверим. Так, давайте-ка мне родной язык, пожалуй. О, присоединиться к игр. Замечательно просто. Ребята сделали поддержку языков, но не сделали поддержку вот этого вот этого вот всего дерьма. Надо сделать. Так, сейчас давайте проверим, то что картинка у меня работает. Да, с картинкой вроде все хорошо. Как жаль, что мы наконец-то смогли это сделать. Видео оставлю как есть. Так, controls, мне это не интересно. Сделаем новую игру. Тут несколько областей посадки появилось. Я прошлый раз на зеленой начинал. В принципе, можно было бы на ней начать. Есть еще камни, где я тестовую карту делал. И есть какая-то зелень, небольшая, поросшая горная местность. давайте здесь начнем. Friends Only. Как там счета пишется? ДСД. 1. 0. 1. Не-не, Степан, она в 20 по Москве выходит. Так, что, работает? Замечательно. Продолжаем. Голос русский не завезли. Фикси-пионеры имеют 3 цикликовые пилары работы, чтобы в принципе выполнить проект ассембли. В принципе, все то же самое. Нас приветствует, что мы представляем компанию фиксиков и поехали немножко фиксить эту планету. Ну, то есть, засирать, коптить, дымить, добывать ресурсы, эксплуатировать и все такое. Почему не скачивает? Перезапусти лаунчер игры, потому что игру делают дизайнеры, по всей видимости. Поэтому не скачивает и поэтому она не апдейтится по-человечески. К сожалению, тут ничего не поделать. Давай планет, падай. Атмосферик entry in 5, 4, 3, 2, 1. Ну, блин, субтитры. Может быть, добавят чуть позже. Вообще странно, да. Тут, наверное, часть интерфейса переведена и переведена вот так вот над мозговым гугл-переводом. Если это будет так, то нахрен лучше его тогда отключать и оставлять английский язык, потому что ничего непонятно будет. Попробуй там разберись, где там у них палочка, где трубочка. Это ладно, кто играл уже, тот знает, где что находится. Вот я в прошлый раз, первый раз игру запускал, вообще не понимаю, что происходит. Мне приходится на стриме что-то объяснять, тут еще какая-то тетка по-английски говорит. Очень сложно все это дело. Стремные жипеги вот эти, они... Это, кстати, авишка, подтянутая сюда. Ну, то есть, обычный видос, который сюда воткнут, в движок. Он в файлах игры есть. Вот это еще там какой-то. Стартовые, заставочные вот эти движки. Хороший стрим суббот был. Ну да. Запись, она мне кажется, даже не обработается. Слишком, очень много, очень долгий как бы процесс там был. Так, ну что, давайте посмотрим, куда мы упали. Здравствуйте, планета! А вот и я. Да. А, кстати, перевод есть, вот. Почему-то там не было. То есть, они нам рассказывают, что мы на планету Массаж. Я, Анна. Моя задача помогать первопроходцам, таким как вы, в их экспедиции. Вы третий человек в этом секторе, который пережил посадку на планету. Поздравляю! Могу немножко озвучивать, кому интересно? Ну, давай дальше-то. Алло, Ада. Почему сверху она? Анна называется. Внимание! Инициализировано целеориентированное обучение. Добро пожаловать во введение. Добро пожаловать вам вводят. Первая задача. Пожалуйста, разберите посадочную капсулу. Ну, это мы знаем. Давай. Давайте разбирать посадочную капсулу. Внимание! Корпорация фиксиков фокусируется на эффективности и рентабельности. Мы не поощряем трат. Ну, короче, все за свой счет. Вторая задача. Пожалуйста, прежде чем покинуть зону высадки, удостоверитесь, что вы экипировали ксено-шокер производства фиксиков и инкорпорации. Ксено-шокер, давайте мы тебе выдадим. Тыщик. Я, кстати, научился уже убивать всяких разных гадов. В прошлый раз это было сложно, потому что было непонятно, как она работает. Третья задача. Пожалуйста, ознакомьтесь с работой сканера. Сканер на кнопку C, английскую. Либо C, либо S русскую. Так, здравствуйте, листья. но я сразу скажу, я в этой местности не был, то есть я на тестах сюда не дошел, просто смысла не было идти так. 800, что-то как-то далековато, руда, да? Вам не кажется, товарищи? 700, 800, 400. Да, ладно. так, заапдейтил, я, блин, я не смог заапдейтить, не докачалось, он мне сказал, что папка должна быть пустой. Бета, что нового, да? Не знаю, посмотрим, что нового. Да, ждемер, действительно, 400 метров. Где отсюда? У нас тут эффективно и за свой счет все. Понятно? Жиготные. Так. Надо знать, что сделать. Нужно найти самую высокую точку, вот, и нужно найти где несколько камня, потому что старт нормальный. Надо, чтобы очень много бетония было, иначе тут все это размещать в один этаж и прямо на земле, ну такое. это гадость, сейчас у меня рогательная начинка. Понятно. Цветочки могут у нас красить, ну, да красители, красители, кстати, в этой, ой, господи Иисусе, в бете в этой не работали. Что такое? Так, где я вообще нахожусь? Так, сюда. Там, так, это, это таски подъем, здесь была база, которую я смотрел в обзоре, туда, значит, третья стартовая площадка. Ну, здесь, в целом, вот в этом месте можно что-то обыскать, хотя можно вот в эту вот дыру строиться. Да, кстати, неплохая идея. Там, потому что довольно большая площадка будет и на этой площадке можно как раз таки было бы разворачивать фабрику. Единственное, что надо вниз спуститься, как-то по-человечески ноги-то ломать вообще не хочется. Ладно. Умные герои всегда идут в обход. Я не знаю, я надеюсь, игру слышно хоть как-то. Пачнота, шокер, плюс 25% урона. Да, там он, в принципе, и так нормально бил. Тут куча всякого оружия, конечно, потом появится. Ну, по крайней мере, синяя палка, ковырялка и плеватель гвоздей, но можно и шокером воевать. Так, здесь тоже площадка неплохая. Но, блин, на той площадке можно было бы сразу настроиться. Слышно? А, ну, отлично. Замечательно. Давайте тогда посмотрим, что там у нас дальше есть. Уйти, уйти, уйти. Знаете, жопу. Так. Да, камень откроется, когда я пару апгрейдов сделаю. Замечательно. хорошо, что слышно. Я до этого просто старался, конечно, настраивать, но, блин, я не был уверен, что настройки подтянутся. О, крись, 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 крись. Иди сюда. А ну, стой. Эй. Пися ящера. Почему ты не гладишься? Смотрите, кнопку Е нажмите, чтобы погладить писью ящера. Пися ящера не гладится, почему-то. Ну, ладно. Дело такое. Федор, а не планируешь ли ты поиграть в Аркерсон Персантри Саурчес, Совет Републич? Имха, игра про советское производство тебе зашла бы? Совет Републич? Спасибо за вопрос. Совет Републич, там, понимаешь, она еще сырая очень. Мне нравится песочница такого жанра. Но она настолько сырая, что тяжело мне будет в нее играть. Я бы с радостью, но надо подождать. Я очень сильно уже от ранних доступов устал. Но вот это тоже, конечно, ранний доступ. Но, блин, что делать-то? Короче, у нас есть космическое Долото для тех, кто не в курсе. Космическое Долото позволяет разрубить космическую железную руду. Насчет врагов я не знаю. Будет оно или нет. Я бы рад, да... Черт я знает. Кыш. Шел вон. Так. Цветы. Сейчас она хаб будет воткнуть. Надо посмотреть, где его ставить. Блин, я, конечно, не знаю, здесь есть где-то камень совсем-то рядом. То иначе придется километры лент тянуть. Нафига не надо. Нано Долото? Ну да. По всей видимости. Так, инопланетный панцирь. Ну, кстати, что могу сказать? Перевод не такой и уж и дикий. В принципе, сносно. О! Писи ящера еще одного. Оранжевое. Бериловый орех. Так не говорите мне, что камни вон там сверху и до них по-человечески не добраться будет. Так, хаб. Как там тебя установить-то? Я забыл. Эх, кнопки. Так, и уго. Точно. Так, хаб-хаб-хаб. Чтоб он тут нам особо-то не мешал. Да, с обзором, конечно, они ничего тут путнего не сделали по итогу. Ну, давайте сюда для начала. Все то же самое, что и было. Ничего нового. Пока что. Jetpack, шестой тир? Ну, да. Константин, так ты подключайся к игре. Я тебя даже вижу уже вон там. Иди сюда. Нифига, он отлетел. А Friendly Fire есть? А, ну понятно. То есть человек, который ко мне коннектит, он оказывается прямо около... Да, Friendly Fire работает. Ну, блин. Будешь выделываться, я тебя электрошокером забью. Так. Нам нужно улучшить хаб. Чтобы хаб улучшить, нужно 10 палок железных. Ничего не поменялось. Все то же самое. Железный прут. Давайте улучшаться. Раньше, точнее, в прошлой версии немножко неудобно было. Ты нажимаешь Shift-клик, а у тебя происходит задержка, с которой переход идет. Вот на это вот дело. Листья, по-моему, в меньшем количестве были, нет? Ладно. Так. Мы сейчас можем просканировать, где у нас медная руда находится. Сейчас нам нужно медную руду найти. Медная руда у нас 500 метров. 100 метров сюда. Так. Где у меня еда? Сейчас я хочу вот эту гадость, да блин, вот эту гадость убрать, что она мешает немножко. Ну какыш. Блин. Написано обнаружен урон собственности фиксиков. Так. Где у нас медяха-то? Сверху, наверное, да? Давайте еще раз просканируем. Когда добываешь руду, чтобы нажать тап и отпустить. Я не знаю, может, пофиксили. Не, работает. Но это не то, что бак, это я не знаю. Трэш какой-то. Так. Где у нас медяха спереди? Сейчас на меди накопать. Тут как бы он... Что-то какая-то прогрузка. У меня такое ощущение, что дальность отрисовки хуже стала. Или это просто туман так сверху выглядит, потому что мы высоко находимся. Ну, одно из двух. Так, сметь у нас здесь, под боком. Я надеюсь, что камень здесь тоже, на этой локации, недалеко. было бы неплохо отдельно кнопку назначить. Да, это было бы вообще круто. Поле зрения, я понимаю, что фов можно увеличить. Ну, посмотрим. Если будет сильно мешать, я его поменяю. Так-то до этого вроде... Вроде мне это особо не мешало раньше. Так, кыш. Что-то враги какие-то больно резкие и дерзкие стали. Раньше они так активно не летали. Иди сюда. Возможно, им подкрутили немножко активность вот этим жукам, потому что они не так резко летали тут кругами. Сейчас что-то больно жестко как-то они круги наворачивают. Насчет инвентаря, ну, у каждого свой так-то. Да нет, сейчас, видишь, нужно медный этот кабель сделать. То есть, Костя там уже пластины и стержни закинул. То есть, я сейчас, по сути, скрафчу медную проволоку, закину ее и она будет работать. Где-то у нас тут третий фиксик обещался зайти, но что-то его пока не видно. Не успевает немножко. Давайте. 15-8. Но мне полтинник нужен. Дальше, в принципе, можно будет, наверное, уже в автоматизацию выходить. Я зараз в медиаху скрафчу, чтобы тут не заморачиваться. Там остальное, может быть, кости принесет. Пока никак. Насчет чистоты руды я в курсе, да. А сколько людей тебе должно попросить, чтобы ты смирился с ранним доступом? Смайлик. В смысле, смирился с ранним доступом? Я немножко вопроса не понимаю. Блин, я не могу смотреть, кто вопросы пишет. Так, сейчас, секундочку. Буквально минутку разберусь, что за дела. все понятно. почему-то стрим тут у меня идет. Так, Алексей, а, ты про этот имеешь в виду? Про Soviet Republic? Не, не, это я, это я сейчас обсуждать не могу. То есть, это сейчас, точно нет. слишком это как бы такое. То есть, в один верстак только один человек может зайти? Нифига не. Да, весело. Насчет чистоты руды, да, я в курсе. Там же все написано, ведь. Это, знаете, это когда стрим ведешь. то не очень это понятно. А когда один посидишь, поразбираешься, то все гораздо понятнее становится. Не нужно говорить, думать одновременно, что-то там, отвечать кому-то на вопросы и пятое-десятое. Трава в холостую не сжигается. По крайней мере, не сжигалась. Видишь, она не расходуется. То есть, это было еще в первом раннем доступе неделю назад. Area and deconstruction. То есть, они походу текстурку здесь поменяли, что слегка другая была. Так, кыш. Биомассу, кстати, в принципе, можно сделать уже. Давайте-ка я перегоню, чтобы время не тратить. Нам сейчас нам верстак сварганить. Да, слегка неудобно. Надо несколько ставить верстаков вот этих вот, вот этих всех. исключительно для того, чтобы просто тупилого не было. Так, нам сейчас нужно поставить верстак. Верстак. Мастерская. сейчас сделаем, не проблема. Так, куда тебе? Блин, не хватило полторы пластины, что за дело? так, мастерскую поставим, наверное, вот с этого края. Потом это все, все можно по принципу, все круто, но переделываю и переделать. Здесь вот, я уже говорил, очень удобное место. Сюда можно, тут, короче, нет физики плит, пока что. Можно просто в тупую вперед строиться и делать площадку под базу. Делать многоуровневые фабрики. Так, бурельщик. На бурельщик нужны пластины и кабели. Впрочем, ничего нового. Траву на самогонку. Да нет, так я вон в биомассу, а биомассу сейчас закинем. В чем смысл игры? Да, как в жизни. Живешь, жрешь, срешь, спишь, а потом ты помер. Вот тут то же самое. Потребляешь и ресурсы, коптишь планету, потом тебе игра надоела и ты ее выключил. Да. Насчет лаунчера, ты игру-то покупал вообще или нет? Зимон. Если ты игру не покупал, то у тебя не будет раннего доступа никакого. Так, давайте-ка. Сколько там мне буров потребуется? Надо, наверное, задачу добавить... Так. Блин, не перенести сюда ее. 4, 8. Короче, на 20 пластин и 20 проводов. 20 пластин и 20 кабелей. вот, вот как-то так. Известняк. Лаймстоун. Вопрос, где он? 100 метров наверху. замечательно. И 100 он там, но до туда нужно строить лестницы. То есть, два источника есть. 300 метров тут, да тут камня вообще дофига. Но это хорошо. Так, нет. Так, как у нас фонарь включается? Фонарь на В включается. Во. Короче, строим пять вот этих дур. все. Блин, места не хватает. Ну это капец. Докатились. Так, нет. Давайте сюда. Вообще, здесь по идее можно... Ага, этот в инвентарь не добавляется. Чудесно просто. Хотя в целом два можно сюда поставить. Да, с управлением они так ничего не сделали по-человечески. Затем нужно на камень тоже два поставить. Потом, может быть, на медь сходить, воткнуть. Так, а камень, где я сказал, сверху где-то есть у нас? Ягодки, да, сейчас едем. Альфа-Чан. ранний доступ дали тем, кто заплатил 1300 денег. Тем дали ранний доступ. Так, что, камень наверху, что ли? Блин, туда как-то высоко ползти. Тот камень тоже на площадке. Так, и здесь камень. Японский городовой. Тут, походу, камень тоже где-то там. Нет, это еще дальше. Давайте-ка здесь лучше поднимусь. Вообще, на фонарь включить. Какие-то потемки. Ну, а два бура поставить на камень, пускай добывается. Хотя, на камень можно один наметь один, пока что, в принципе, хватит. Дальше можно будет потихонечку, может быть, переходить уже, в электродобычу. Если я тут вообще залезть смогу. Так, ну что, где-то камень. Вау, ландшафт, конечно, капец. Блин, ужас какой. Да, в такой обход бегать, это, конечно, не знаю. Ну, ладно, что делать, делать нефиг. То, что ты принес камень, это, Костя, это очень хорошо, но, чтобы он постоянно там добывался. Зачем это одноразовое приношение? Вон, в чат в игре пиши, чтоб я понимал, чтобы дискорд пока не запускать. так, камень. Известняк чистый, вот этот будет больше добавлять. где-то слышал что-то бурит. Какие-то звуки там спереди подозрительные. Короче, тут надо в первую очередь делать площадку в обход, чтобы не бегать туда далеко. В принципе, камень можно будет забрать сразу. Так, давайте-ка. Первый. Второй. Че-то... Это че за штуки такие были? Этого вроде раньше не было. То, что там полтора камня, это круто, конечно. Я бы хотел побольше немного насобирать. Там сейчас все равно его до хрена нужно будет на апгрейд. Так, тоже какие-то яйца у нас, да? Там ничего не видать. Здесь тоже ничего не видать. Симулятор садовода. Так, хавчик. Хавчик нам явно не помешает, но АХПшку сейчас восстановить будет. Так, давай-ка. Ладно, пускай пока бурят. Бетоний скрафтить успеем. Локализацию, да, насчет лучше или хуже это другая игра. Нельзя ее сказать лучше она или хуже. Она просто другая. Вот, так что типа того. улучшение готово. 20 бетония. Так, сейчас можно автоматизацию добычи уже сделать. давайте-ка вот эту схаваем. Поднять бурочек. Почему-то некоторый текст не влезает просто в иконки, которые там у нас идут. Это крайне-крайне печально. Так. Что здесь? Блин, я не знаю зачем она так установлена. Ну ладно. Так, сейчас нужно бетоний и обход сделать из бетония на ту сторону, чтобы подключить камень. Там, по крайней мере, одно место рождения. Хотя можно и сюда подтянуться, так даже быстрее будет. дайте-ка посмотрю. Может быть есть возможность такая. Так, ну цемент по крайней мере сделать могу. Это 6 цемента нужно на одну площадку. Сейчас, значит, камень у нас в принципе сверху появится. Не зря сбегал. Так, железный слиток. Это можно, конечно, все повыкладывать было бы. Нафиг мне охота мне руками крафтить. Долго. Так, вот тебе сюда. Тебе сюда. Это тоже нужно перегнать. бур. Бур, ты мне нужен. Руда. Мне не нужно. Это тоже не надо. Это надо схавать. Кпшка пополняется. Я надеюсь, сейчас вылетов не будет. Таких, какие были в тестовой версии. Да блин, где-то вход дурацкий. Вот он. Манки еще нет. Супер станок здесь есть. Манка называется. Для тех, кто не в курсе, в нем можно всякое изучать. Так, дерево. Биомасса давайте из дерева сделаем. Сюда. Так, и... Аж прямо жопа горит. Зачем мне эту глупость сделали? Только один человек в один станок может зайти. чайка. Здравствуйте, чайка. Иди отсюда. Костя, перестань мои станки занимать, пожалуйста. А то я ничего сделать не могу. так, фундамент. Вот вот такая крэйзи механика, конечно, с этими фундаментами. Ну, блин, что поделать? Сюда. И камень у нас где-то с той стороны, лежит? Так, следующий фундамент. Давай сюда. И фундамент на основную базу, я думаю, что надо на высоте вот этого блока размещать, чтобы все остальное не мешало. Так, как бы тебе тут получится сделать? Блин, ну, Алену. Ужасно просто это размещение. Такс, сюда. В общем, для тех, кто не понимает, что я делаю, нужно автоматизировать камень, чтобы его побольше было. камень у нас сверху, ближайший. Второй камень сбоку. Так, сюда. В принципе, поднялись. Фундаментов хватило. блин, здесь гадость. Они раньше с одного удара убивались вот эти вот, вот эта гадость. Так, комбо. Это у нас известняк чистый. сейчас мы сюда поставим добывалку. Добавлю позже на горячую панель. Исцелился, да вроде исцелился. У двоих одновременно крафт ушел. Ну, это называется на говнокоде или просто. Так, давай разваливайся уже. Отлично. Отлично. Какое чудесное место, да? Лучше нету красоты. Ну, далее по тексту. Так, 6-7. Добывалка, добывалка. Можно фундамент, наверное. я думаю, где-то на этом уровне начинает строить. Вот, и на этом уровне вся база будет. Сейчас надо тогда автодобычу поставить. Новое строение игрок улучшен. Тир? Ну, можно посмотреть, скорее всего, будет. Сейчас, давай, глянем. Нет. не здесь. Ну, пока оно закрыто. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Написано 7, но, возможно, он будет закрыт. Вот, возможно, он будет закрыт. Так, теперь, для постройки, для спама фундаментов. где у меня есть у меня бур. Так, для майнера, для майнера есть все, кроме бетония. Бетония придется сделать. Вручную. не, я не буду ненужный разбирать. Зачем? Да, он достаточно быстро делается на просто кучу месторождений. Подключите все. Проблем же с этим не будет никаких. Так, слушайте, мы можем уже конвейеры делать? Да, конвейеры есть. Тогда сразу можно накрафтить железных пластин. Я просто поскорее хочу фундаменты поставить, чтобы все это перенести, нормальную базу делать. А то это такое тут дело. И не все, кстати, переведено еще. Константин, не будете ли вы так любезны? Так, добывалка. Да, ресурсов слегка не хватает. Чуть-чуть, я бы сказал. Туда потребуются палки, палки, пластины и бетоней. Бетоней у меня нет, бетоней у меня не кончился. Так, тут у нас инготы. Инготы я сворую. Железную руду можно закинуть. так, железный пруд. Железный пруд, железный слиток и пластинка. Но намного мне тут, конечно, не хватит, к сожалению. тут как-то это все странно построено. Давайте-ка. Сюда. Столбов мне тоже потребуется достаточно много, ну, блин. Хотя да, одного хватает. Так, что, ставил бы сюда-то. так, сюда. Здесь нас сразу ассемблер пиндюрить. Ассемблер, чтобы он собирал так, он тут конструктор называется. Могли бы сборщик назвать, я не знаю. Мне нужна медь. За медью придется, наверное, бежать. Блин, и на медь буров, к сожалению, не поставлено. Это крайне печально. Так, хотя нет, у меня есть проволока. В принципе, из проволоки можно... Блин, зачем я сюда вышел? Так, давай кабель. ТАКС-3. Реинфорсит минал плейт, и как они здесь называются? Здесь они называются укрепленная железная пластина. Для нее нужно 4 железных пластины, которых у меня нет, и шурупы. Что за фигня была? 24 шурупа. Ну, шурупы я могу сделать? Кто мешает? Классическая рутина. Ничего не меняется. Что здесь, что в других играх. Так что, кто любит рутинное задролство, пожалуйста. Костя там насобирал уже. Какой молодец. Так, у нас складов склад у нас есть, да? Склад давай куда-нибудь. Как обычно, не хватает на склад всякой гадости. 10 пластин и 10 штырей. Что это за хрень? Зачем она здесь? Так, склад. Можно было бы склад, конечно, так-то и не ставить. Блин, вот тролль, а? Он специально это делает. Цемент. Купил игру, почему недоступно? Попробую обновить лаунчер. может быть, станет доступно. Так, что-то тут какая-то хрень. Вот, с установкой некоторых объектов, конечно, здесь печаль, беда. Но вот как? Как его сюда поставить по-человечески? Они с этим примагничиванием так ничего не сделали. бреда. Ладно, проще пластины так устанавливать. игра про то, как вы первые 10 часов игры занимаетесь вот такой фигней. хотя можно на это, конечно, какого-то отдельного человека назначить было бы. Разумнее-то. Ну, а цемент тут будет копиться годами. Ладно, пока цемент копится, можно, в принципе, наверное, железку на добычу поставить. Так, для железки нужен бурильщик. Для бурильщика нужны железные пластины. А железных пластин у меня нет. Невозможно играть вдвоем, когда в голосе не находимся, потому что не скоординировать движение. Я в Дискорд не хочу заходить сейчас, потому что там тупники опять начнутся все трещать, начнет почему-то звук в Дискорде странно себя ведет. Так, давай сюда. Биомаз. так это отключаем это подключаем сюда это сюда сейчас там сделаем площадку я надеюсь когда-нибудь мы сделаем надо будет хаб перенести в принципе можно ресурсы будет подключать так 21 28 блин они как какой-то странный конечно фикс сделали вместо того чтобы один игрок на один станок надо было дюпу просто так вот фиксить они вот это вот все хотя с другой стороны они так-то по идее сказали что типа игра в раннем доступе можно и на это сослаться так первый второй с той стороны у нас еще пару этих буречков будет окей ладно я пойду фундамент расставлю пока да не зачем все сносить то потом тут блин тут я не знаю по крайней мере насколько я игру понял тут главную площадку выстроить вот как сверху я вот эту фигню установить не мог но она как крайне неинтуитивно почему-то почему так не знаю ладно я надеюсь все вот эти вот quality of life изменения когда-то в будущем все-таки сделают по-человечески чтобы не было вот этого вот всего что-то там не в степи так хаб у нас занимает никто не помню сколько хаб занимает чего там порядка 4 на 4 что ли хотя пока сюда хаб рано переносить на больше площадку делать и надо сюда сразу ресурс подтягивать там для медиа смотрю принципе мять можно сразу вытянуть куда-то в нормальное место сюда симулятор веселого бетонировщика чувак который делал фундамент макароны в 3d ну да типа того да не законы физики ломал не тут она так работает вот эти блоки они висят в воздухе современная тенденция в современных играх главное чтобы было красиво так чтобы будет не закинуто биомасса будьте добры блин зачем костя зачем ты их сюда тянешь там же можно сразу переработку поставить вон год чтоб не тянуть так чё я хотел сделать муж конечно улучшение было бы забабахать вообще я бы хотел сюда медь подвести чтобы далеко там тянуть на медь нужно всякого железа и прочего и и прочего всякого что один фиг сейчас пока бетоне будет долго делаться пока бетон сделается можно будет уже тут что-то заиметь полезно как железный прут программисты после 35 никому не нужны до хрен знает смотря какая квалификацию тебе факторка факторка завтра серия будет так знаете что надо было вот эти вот кактусы съесть так сколько стоит на этот контейнер хватает так на производство бетоне нужно побольше тогда можно в принципе притянуть сюда медь бы я медь пока что просто конвейером соединю потом этот конвейер можно перестроить будет просто чтобы не бегать туда а сейчас все равно нужно будет зато картинка красивая да так медяха давай-ка тебя вынесем на пятерочку и хрень эту поставим сюда так что нам для столбов надо столбы хотя в принципе на столбы всего хватает замечательно даже подходить не надо красота так столбецкий так чем не хватало железных пластин ну как всегда железо во всей во всех играх наверное железо этот ресурс который постоянно не хватает а где блин фиксики где бур константин вы действуете также как как некоторые ребята на серверах факторию они сначала сломают а потом делают интересно можно сюда поставить эту добывалку или нельзя так где ты о норм можно специально обученного человека сделать который будет ходить вручную постоянно перегружать все склады это будет эффективнее чем одну такую дуру ставить тем более не все равно бесплатный оскар выдавать зачем мне оскар выдавать тем кто участвовал где-то там нет не выдадут сейчас ключи выдали тем кто игру купил ну точнее оказал разработчикам кредит доверие в сумме 1300 рублей на русские деньги такс не надо мне нужны пластины так у меня ничего не хватает как всегда так ну вот хотя бы так здесь уже можно поставить да блин кышу здесь можно поставить половине правда блин можно добывать в ту сторону так давайте сюда сделаем и конвейер напрямую в эту хрень в принципе инготы переплавить там в кабель или в проволоку это недолго так что проблем тут быть не должно в этом плане хотя можно так ты ассамблер сразу поставить сопли не жевать хотя честно говоря я бы в биотопливо бы уже прыгнул потому что постоянно загружать эту биомассу да вручную такое дело в принципе вроде пока хватает здравствуйте слитки в этих играх ничего не меняется в каждой игре крафтите вручную несколько часов она у вас появляется автоматизация почему так почему она все так так кабелей кстати тоже можно понастроить для апгрейда нужны пластины так нужны штыри нужны пластины от проволоки меня нет но проволока сейчас накрафтится блин он туда уже ушел пойду пока площадку делать в принципе часть блоков же можно поставить михаил френд прокинь в этом медь плавили но окей михаил френд прокиню как он там называется к сэйва почему сэйва будет не работать так сейчас я найду где этот адский лаунчер у них так сэйф я принял данные знаешь если что можешь данные у константина спросите он тебе скажет как приконекте дарья ашана его команда все хорошо у них серия будет послезавтра или после послезавтра так достроим здесь у шоколадного вроде тоже все неплохо ему чё переживать он же шоколадный а ну вот значит михаил также может зайти туда по идее если он еще не зашел я как фиг его знает тут не совсем еще чат удобен он его видно но он его как-то плохо видно его на как каким-то более контрастным сделать или чтоб фон чата был например серым чтобы это в глаза бросалась от иначе вот чат оранжевый все пролетает тут сама игра то какая-то такая солнечная она пролетает и непонятно был там чат не было чат чертова не непонятно так вопрос в том докуда площадку тянуть в принципе хаб можно где-то наверно вот в этом месте уже ставить пытаться чуть стороне сюда спасибо игра наигрались это называется ранний доступ такая интересна сэйва остались знаете чем не игра сказала короче хрен знает что она сказала андреал энджин х с краш вот так это играю эти игры он сейчас перезапустим первый краш можно каунтер уже врубать знаете там счет пошел витнес да кстати вспомнил еще одну игру за которой можно приятно провести несколько вечеров уитнес было бы интересно посмотреть как ты справишься насчет витнес но я сейчас все равно не запомню что это там за игры это лучше где-то в дискорде написать или в комментариях чтоб чтоб я смотрел я обычно стараюсь смотреть хотя бы там пару минут так давай запускайся так ну что игра я надеюсь она автоматически создаст онлайн сессию и люди смогут приконектиться так чаще происходит где константин михаил попробуйте законить будет работать нет так присоединился присоединяется оба присоединились я не знаю в чем проблема здравствуйте краша это называется ну ранний доступ все такое может бетон слишком хрупкий оказался так что насчет витнеса пока ничего сказать не могу я так понимаю люди спауниться около хаба так как у нас частично луч сколько откатилась насколько откатилась ёперный театр даже меч и не построена какая чудесная игра блин слушайте может быть можно настроить где-то так геймплей еще надо посмотреть автосейвы вообще где-то настраиваются как я вам все поломал ух . . . . . я могу руки у меня прямые блин пряморукий поломатор давайте я посмотрю в опциях гейплей представляете игра крашится и я никак не могу настроить чистоту автосейвов как чудесно просто на великие поломаторы присоединились к игре ладно чё делать превозмогать будем каким-то образом непонятным все круто но переделывать что ты делаешь шахтер так слитки выбраны сейчас нужно поставить хотя здесь ничего ставить не обязательно инго ты можно переделать сразу что-то полезно игра андрей сейчас я не могу сказать до какого тира говорили вроде как до 6 надо дойти насчет того что игра вылетела мы бывает что это же ранний доступ по крайней мере сейчас разработчику фидбэк улетел и они будут знать чем проблема и починят так что чуть-чуть бомбить это на пустом месте я сам негодую но блин это понятно что ранний доступ и такая фигня возможно тем более это сетевая игра в сетевой игре они кстати вполне себе честно сказали что в сетевой игре могут быть проблемы блин да капец откат конечно такой а это если что-то эпично строишь строил строил ладогой хопа все поломалось сиди потом и штамп прилетает все круто но переделывать надо будет мне предложили такой штамп сделать на она равно сделать будет в виде эффектов ход фиксы да и возможно будут прилетать через месяц здорово виктор да насчет конфигов черт его знает я честно говоря в конфигах не копался надо посмотреть будет так то в принципе не просто если онлайн-сессия идет все равно автосейвы нужны пускай они будут надоедать но блин если она будет откатываться на 15 минут на такой сидел так это у нас еще здесь железные пластины отсюда можно тогда сделать все тут в кучу вот это называется колхозе узнаете типичный факторио когда вот только только новички заходят лепят все как попало тут у нас такое же дело происходит зашли ну бы начали туда фигней страдать так сюда дмитрий пока что коннектов никаких не будет возможно позже какой-то стримовую карту вот эту оставлю и на стримах возможно буду заранее договариваться с людьми и кого-то пускать вообще будут съемки сезона на съемки сезона нужны будут люди которые готовы сниматься в кинце по satisfакторе если у вас есть желание можете написать дискорде мне потом договоримся чё когда где и как когда конкретно начнутся съемки сезона я пока сказать не могу так давайте-ка сделаем чтобы подниматься было поудобней на капец тут блин игра на насчет field of you я в курсе да не охота мне очень сменять тут проблема не в обзоре тут проблема в том что магнит вот к этим плитам он происходит очень очень странно они запнула не заблокировали то есть магнит идет стопудово на плитах а на земле наоборот он не идет как-то это странно нужно было оставить выбор игроку по нажатию кнопки сделать магнит или не делать иначе это ну бред какой так все бетоне кончился чем для тех кто не понимает игра позволяет вот так воздухе строить пластины если вы наделаете большой вот здесь поверхность например на вот над этой лужей то тут можно будет строить фабрику на ней нормально без всяких проблем и подвозить ресурсы вот на эту площадку и вот эта площадка она позволит делать с х и позволит делать многоуровневые фабрики нормальные что-то типа того так бы надо наверно третий завод влепить здесь чего не делают пластины железные давайте наверно заморочить пока бета не копится так сюда блин нет это лучше разобрать здесь нужен переплавщик на котором я не хватает медных кобелей точнее от медной проволоки на медную проволоку мне не хватает инготов при отца скучная игра почему скучно не знаю мне не скучно обшивку заводов вот здесь вроде как обшивку немножко поменяли то есть насколько я помню она была другой но я игру не запускал неделю потому что у меня доступа не было ну понятно что ни у кого не было пиратить это такое поэтому не могу сказать иван насчет то что дроны я крайне надеюсь что каких-то дронов сюда завезут было бы удобно вот смотри заходишь в какой-то экран куда-нибудь он там он в тот кинескоп где он тут вот здесь ну или что-то подобное и оттуда открывается вид космоса где ты можешь просто расставлять какие-то блюпринты или что-то типа того или или призраки объектов или просто проекты какие-то расставлять а потом ты подходишь это например доделаешь это было бы нормально и не было бы вот этой вот этого всего трэш потому что увеличение поля обзора там не знаю добавление это вышек это все костыли по факту а где у нас тут палка электрическая какая-нибудь есть полка электрическая есть тут игра веселый электрик называется понаделать то можно всякого просто блин сколько времени на все это дело идет так а ты чё братан не подключен что ли какая досада на колхозе или капец тут я не знаю так мне надо я хотел посмотреть что у нас там по топливу имеется на скорую на будет биомассу гнать и добавлять по проблемам будут да блин ну так вот почему по и скейпу не скейпится по escape из окна почините escape товарищ разработчики нормальных вертикальных конвейеров они вроде в род мапе писали что хотят сделать как бы конвейерные лифты я так понимаю что там какая-то не знаю клеть что ли будет которая будет вверх не съездить хотя черт его знает это надо у пиратов спрашивать кто уже поиграл ну или у тех кто он да разглашает так нам мамку выдали так бекон нам дали так площадка уже довольно сколько там нам на космический лифт надо 8 на 8 в принципе можно так-то из космического лифта начинать что-то язык отвалился у ребят google переводчик сломался к этому моменту три четыре пять шесть так там бензопила на нет бензопилу нужно отдельно изучать болин и отправлять наверх да то не в курсе здесь отправляются материалы в космос вот на этой балде и вам разблокируются технологии и новый рецепт вот например чтобы бензопилу достичь так я только не помню в каком он тире находится вот бензопила тут нужно вот этого всякого бензопила позволит достаточно быстро деревья выпиливать и иметь топливо в большом количестве правда уголь конечно эффективнее но до угля далеко так космический лифт прямо там тогда и забабахаем единственное что если тут бетоне еще бетония вроде сколько хватает ну да угля дмитрий да долго идти конечно может быть лента с ковшиками вверх но я говорю что-то типа какой-то клети которая будет вверх вот так поднимать вот это хозяйство но с другой стороны ковшики они ведь сыпучие материалы поднимают я насчет этого уже сто раз писала в комментариях и касаемо этого частично в обзоре сам говорил то есть они сделали ленту которая не разделяет например вот эта руда это сыпучий материал да грубо говоря а например какие-нибудь двигатели это материал штучный и они могли бы вполне это разделить штучный материал забирать манипуляторами всякую руду например сыпать сверху или насыпать сверху вниз или сыпать сверху вниз как-то так то есть использовать какие-то ковши почему это не сделано изначально я черт его знает под это даже пока зачатков никаких нет может быть потом они это переделают если они это добавят ну флаком в руки если нет будет крайне печально то что-то обедняет сразу игру а то получается вроде бы у нас и фабрика но с другой стороны к это странная фабрика ущербная 2 3 4 5 6 блин не помню сколько размером этот спейслив дурацкий сто раз его строишь и и черт его знает так сжигатель биомассы не интересно так это в спицах у нас космический лифт тут не написано да так давайте посмотрим главное вниз не рухнуть так вроде 8 на 8 он был ну да надо немножко площадку в ту сторону увеличить и можно будет его сюда втыкать при этом лексаре интервью еще делается интервью делается потому что там возникли непредвиденные обстоятельства называется блин а где у нас сценарий приходится все переделывать там все круто но переделывать но она там уже все дописано практически это скоро на будет монтажить я-то сидела по чуть-чуть но к сожалению все равно это очень очень много времени отнимает ничего с этим не поделать что есть печально так тут чё у нас как-то апгрейд идет оптимизация зачем оптимизация давайте бензопилу сделаем и сплиттеры они сейчас не спасут а вот бензопила спасет я по крайней мере хоть деревьев напилю сюда штыри что-то начинаю reinforce it play так кабелей я сейчас понаделаю здесь эта версия я не знаю отличается ли нет здесь начальный русский язык завезли пока что сложно сказать так 250 блин фиксики я теперь всех кто в команде играть почему-то фиксиками называю железный прут тебя тоже можно сделать хупер флода рус чтоб чтоб ты знал если ты хочешь смотреть все зайди найди сезон который был год назад снят там не особо много чего поменялось там будет показано все практически настолько все что смотреть станешь так мне нужны реинфорсит металл плейта у нас тут что у нас тут медь еще один не выдержал не вынесла душа поэта так год и хочу ты не работаешь что вы делаете михаил что вы делаете блин кто станок выключил не издевайтесь так осталось около сотни пластин сделать точнее около сотни против и тридцать один кабель хотя все равно те реинфорсит пластину нужно сейчас будет на кабеле кабелей пофиг так андрей а те тут такую вещь скажу придешь на завод начнешь там мужиков учить кабелей кабелей те быстро объяснят где столбы где палки декабили декабеля не это как шутка конечно но тем не менее кабели да кабели как скажете блин слитки вот рядом у тебя стоит сборочник он делать слитки вот отсюда возьми можно же поставить сюда ассемблер чтобы он делал прути зачем ты останавливаешь конвейер который делает железные пластины там же рядом 2 стоит так мама там что-то закончила а тогда да не иногда запоминать все эти ударения просто лениво вот так что пофигу так слезняки блин понятно что слезняки это дело полезно так ура бензопила сейчас я схожу по этим погуляю так на только скрафтить блин у меня хватает всего у меня только не хватает рефорсит плит 10 штук за собак в цехе ну вот видишь оно такое в цехе разные бывают видишь некоторые некоторым пофигу а некоторым не очень так мне нужно 5 блин нужен железная пластина которая стопудово своровали блин дайте пожалуйста материала бензопилу сделать я пойду как шурупы 2 страшно это все как она все долго так сейчас цикл и так нормально она все делается тут блин некогда объяснять короче мне нужна бензопила так сколько там шурупов на на это дело это вот эта тема бесит в этой игре то что один человек только в станок зайти может блин разработчики козла починить дюку пожалуйста я от нее еще не придумал как называть то он понятно почини игру там прочие такие вещи а вот здесь как так сюда сколько там шурупов было 60 160 шурупов 25 штырей все кино не будет кто там что подключил топливо кончилось и все побежали закидывать топливо так ну-ка дилетанты кыш отсюда что вы тут делать но подключали скрафтить электростанцию блин дать мне бензопилу я буду деревья пилить сколько можно то бензопила ну а жопа горит когда мы бегаем друг другу мешаем что-то делать всегда мечтал о такой игре так шурупы 160 штук что они делают что они делают не автоматизация есть да естественно у меня тут фиксики просто немножко того и не crazy мазафаки не дают мне скрафтить бензопилу ну а точнее не совсем бензо но она пила что-то прилетело в чем монтируешь кто делает анимацию для факторки и в чем сам занимаюсь маушеном стало интересно качество визуализации твоих роликов выросло монтирую монтирую в обобе впрочем как и все вставки делаются в этом в автор эффект делаю их не я делал другой человек монтаж весь остальное делаю я я пока еще не до конца научился делать вставки я иду планомерно к успеху но мне еще долго до этого примерно так так что все сделано в адобах в авторе в премьере может там еще какой-то софт где-то использовался но это вряд ли здорово я но виктор насчет крафта я не знаю а блин чё биотоплива ты какие вы нудные с крафте где она крафтится ну давай узнаем где она крафтится японский городовой топлива биотопливо сборка деталей так а где он как в какой технологии то открывается вот и раньше не мог сказать комплектующих но и сделан да сейчас это недолго я думаю 500 медь у нас все равно имеется железные пластины тут немного надо один фиг у меня пока бензопилы нет умнее сделать не даете да нету переделать немного тут надо делать просто когда все перестанут брать себе на всякую фигню какую-то дичь ему что-то одно сделаем тогда она будет все нормально работать она не перестанет потому что мы не в дискорде сидим и скоординировать это очень тяжело переходи сейчас дискорд мне не хочется в этом проблема да сейчас сделан не переживать так 25 160 шурупов осталось еще немного пострадать я пока бета не расставлю я надеюсь игра мне не зависнет пока она там все крафтится да 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 я нашел уже сейчас на серозе сделать площадку какую-то нормально под под космический лифт не не время суток дмитрия на меняется сейчас просто я не знаю сейчас то ли рассвет то ли закат где там солнце не видно нет андрей никакого тс вместо дискорда тс мы уже пробовали в течение 10 лет в разных играх зачем не может быть там конечно сейчас есть функционал такой же как и в дискорде проблема в дискорде не в том что в дискорде а в том что у меня иногда почему там звук трещит и сейчас пока что туда заходить не охота так то можно конечно это сделать на то я сделаю на следующий стрим наверно только так сюда и два три 4 5 6 короче еще надо парочку раз два три 4 5 три слоя в одну сторону и три слоя в другую можно ставить космический лифт сюда и все остальное делать 1 2 3 вот здесь кстати вот на этом вот вот этом пинке там есть слизняк который можно использовать для усиления значит туда естественно не пойду на фига как бы вниз не рухнуть крэйзи механика все в воздухе летает то та физика которую мы заслужили в играх шел 2019 год смысле рандомные кто почему они рандомные ну я не знаю может быть они конечно и рандомные но я что-то сильно сомневаюсь мне кажется что тут все нарисовано ну генераторами псевдо случайно карт не знаю может рандомный может нет посмотрим сейчас мы потом наверное когда-нибудь чем биотоплива выйдем уже каши сходить лес накопать какой-нибудь пока что проволока шурупы на пластины сделать хотя пластины на рта тоже закидывает сделаю я винты мне нужно 160 шурупов и остались прути все сейчас у меня будет пила и как раз должна до исследоваться это бодяга на биотоплива можно сказать компе распилить будет пила как жаль что я наконец-то могу тебя построить это была великая победа артем я не пойду пока туда наверх за красным селезняком не охота мне откуда про селезняка знаю я туда ползал на сейве который мне он артем предоставил угольная тесс да нет не очень надо поставить космический лифт сейчас вот туда вот на эту площадку будет подвести туда ресурсы можно вручную конечно сначала закидывать можно эту площадку будет дальше увеличивать и строить уже нормальную фабрику потому что строить фабрику вот здесь на пересеченной местности это я не знаю отлично так топлива 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 для биотоплива мне нужна биомасса для биомассы нужен цветов нарубить да 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 спасибо тут конечно деревья не самые главные враги как факторе но тем не менее деревья нужно топлива а блин где вообще все кусты то все пособирали пила не работает топлива нету для пилы сейчас я топливо сделаю пила начнет работать я начну пилить так главное враги деревья где топлива 42 сейчас пила будет работать а наш набил топлива внезапно никогда такого не было и вот опять и все побежали главное а включайся ну-ка эти голову от пилю блин зачем они со мной ходят зачем вы мне мешаете товарищ пожалуйста дайте мне одному попилить проклятые тролли вот видите почему я не мог пилу скрафтить они все ресурсы у меня поджирали поджирали и сами накрафтили себе пил вообще не хотят чтобы я показывал как я лес пилю что-то выпилился пень и дерево рядом вот вот это читающая рус этой темы почему она так тут выпиливается не конкретно там какой-то блок один а сразу целая площадка вокруг того места где ты пилишь почему он так сделал нафиг его знает так пила не наносит урон а вдруг вдруг они починили это бздэнч сразу целый кластер деревьев выпилился дыши почему-то на эту штуку не наводится странно папа с бензопилами есть такое оценник смысле какой ценник на игру сколько и был 1300 мам куда сейчас по закидываю чего не хватает места что какие-то пролаги опять пошли непонятные надо наверно будет сохраниться сейчас ладно достаточно можно наверно идти уже идти пора ставить уже космический лифт наверно где-то наверху там пушистохвостый кабан даже так там наверно без меня в эту мамку закидывают так цветы надо это скинуть такс это сюда это тоже сюда это можно тоже туда и туда из этого сейчас на сделать биотоплива и биотоплива закинуть в генераторы не знаю поставили тут еще один генератор или нет может быть даже да как цемент враги но они то есть то нет тут не поймешь оно такое знаешь я снимаю с тебя трусы начинаю водить членом по губам начинаю обливать тебя маслом после начинаю хлестать тебе пук те в нос пук те в нос пук те в нос ты по 1000 рублей кидай донаты такие чё как лошара дядя да это бет камень да получается немного в небольшом количестве но блин игра так работает странно в себе это бета-версия раннего доступа это короче альфа сейчас ранний доступ альф но я не знаю как у них то как у них там это наименование идет странно они все это называют альфа бета бета альфы цепь альфа бета 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 по назовут там кстати к рецепту можно менять да я я в курсе про обломки я все это знаю просто не успели пока что еще сейчас на площадку доделать делаем площадку поставим лифт можно будет потихонечку в остальную базу выходить так где здесь уже закинули биотоплива тут наверно тоже до вырывал регенераторы лишнее топливо можно в ящик скинуть главное когда будет убираться вот эта фигня я не знаю куда все-то улетит по она вроде как в ящике оставалось раньше хотя она и забагать может кто его знает минута осталось потом эту мицелию можно закинуть будет это я так понимаю грибы но это уберем я надеюсь сейчас космический лифт от дурацки влезет уже вот сюда на эту площадку как жаль что он наконец-то влезает сюда так можно дополнительно добавить конечно наверху да он там красный есть который опять дает параб или там где-то туда можно сползать будет попозже сейчас твоя велись явно не охота вот снизу обломок корабля валяется можно разобрать потом будет можно так-то по исследовать мирно исследовать без техники не охота а технику это еще чуть-чуть еще немного и пяти утра так ну же около дела площадка какая-то получается бетония можно конечно больше сделать надо только он туда проникнуть что насколько я помню так бетоний был спереди он там привет поднимай минималку доната хотя бы до сотки а то набегут мамкины шутники нищеброды здорово да я хотел поднять да чё-то чё-то не нашел где она поднимается плохо искал на потом посмотреть будет она там есть где-то в этой фигне шутники они конечно да такие а представь какой-нибудь майнкрафт начать стримить сколько там шутников набежит боюсь представить даже я знаете что хочу сделать надо наверно спуск какой-то более или менее адекватно сюда замутить единственно что счет бетония конечно это дело слегка не хватает да и эта фигня все равно будет выпирать но это тоже фигня эта фигня тоже фигня так еще за бетонем я бы конечно вниз туда бы как-то пробрался ладно это позже нафиг счетом не лениво сейчас туда устраивать надо сейчас лифт замутить космический посадка под лифт если я не ошибаюсь 8 на 8 я могу сейчас посмотреть в википедии есть положительные изменения карат ну какие то есть в целом все примерно то же самое если денег за графику не жалко бери смело по крайней мере по залипать какое-то время по залипаешь так сколько там на лифт этот нужно сортиру сортира вот изменения русский язык добавили но но сортиру почему-то так 500 бетония 1500 проволоки константин давайте космический лифт поставим только дайте мне материалы для него я сам установлю если есть какие-то материалы материал можно в ящик сложить здесь уже сделали да тут частично копится здесь у нас микросхема это уже кто-то поразбирала смотрю дерево оптимизация готова что нужно короче надо да блин эта хрень тут вылезла короче на полторы 1000 медной проволоки 400 палок 250 пластин и 500 бетоне вот примерно так 250 пластин 400 палок 1500 медной проволоки когда сможем поставить ох прийти домой после тяжелого дня сесть и зашивать косуху под пига и фидеи отличный план на вечер спасибо отлично здорово тяжелый день до дело такое отдыхать нужно 800 проволоки так вы скиньте в ящик в красные хочу косуха-то порвалась суха вроде как бы прочная так-то одежда так что тут ящики нифига нет бетоний короче материал скиньте в этот красный ящик его заберу и установлю космический лифт и можно будет дальше платформу нашу делать бетоний 500 бетоне но тут все равно еще 350 бетона надо 200 железных пластин 320 прутьев и почти полторы тысячи проволоки так проволоки у меня уже почти 1000 у а в ящик можно в многером заходить вот это да кстати ну-ка нафиг не доверяю так грибочки так с ента скинем артем массива надо строить так блина площадку сначала сделать понятно что массиву нужны блин я играю ко мне здоровье есть да так только когда убираешь постройку что-то я я-то кстати искал а ну да все спасибо что напомнил я про эту фигню знал потом забыл потом опять вспомнил потом опять забыла ты мне сейчас подсказал за что большое спасибо так 500 но я надеюсь компаньоны мои на стриме это видит немножко железяк железяки мне были здесь до вышка там блин не охота мне эту вышку ставить можно конечно не совсем удобно все равно фигня не знаю как по мне так я конечно может быть зажрался тут прошу слишком многого от игры за 1300 рублей за скелет и меч дело такое завод по изготовлению проволоки не забьется потому что из него забирают регулярно да можно поставить склад сюда но эти склады блин да их надо выше ставить смотри на поставить лифт и начать делать площадки нормальные и ставить ровно массивы потому что здесь вот на этом песке ты массивы ровно не растаешь не все кривые будут их можно конечно выровнять по полоске но но так такая вообще дичь что я хз просто так еще чуть-чуть совсем чуть-чуть осталось швы расходятся косуха то прочная а вот швы за 9 лет иногда расходятся ты этим их капронами нитками на гейме толстым хотя она рассмотреться будет не очень что еще нужно еще нужно 125 железных пластин 300 цемент и и 270 прутьев и немного проволоки все проволока полностью есть так короче нужны прутья нужны железные пластины и бетоний так бетоне здесь вроде был костяк делится пластинами не хочет лишь он там строить всякие разделители объединители и все прочее сотку пластин 200 против можно будет космический лифт тыкать ну когда бетоне появится а бетония нет бетоне опять кто-то своровал на своровали и перенесли до сюда на точно так все проволока больше не нужна бетония еще 200 где-то надо а швы не такие так а чё нитки этаж бен там наверняка некий хбшный хотя фиг знает может быть и синтетики добавлено но если они развалились то скорее всего на хорошая хбшка было и в итоге все товой до свидания нитки лукал тар имеет удаленный доступ ладно башню потом попозже космолист нет собираем материал на космолист космолист вот здесь сверху будет стоять потер к лозит сортирам ну блин бывает сколько ресурсов не хватает а куда его сдвигать я могу его налево перейти перетянуть давай попробуем может быть здесь удобнее будет его держать чтоб не мешало дмитрий какой сейчас смысл склад на склад здесь ставить если его через полчаса придется разбирать ну или через час мы эти склады вы понимаете мы склады опустошаем быстрее чем они забиваются смысл эти склады вот под бетон имеет смысл может быть только ставить а все остальное она практически бессмысленно что тут не один человек играет а трое и все это сразу опустошается сразу ну хорошая мысля приходит опосле блин еще чуть-чуть осталось до космолист по крайней мере одной головной боли будет меньше как там мамка наверно завершила исследование свои поля ягода ягода и орех в сканер потом можно будет засунуть ягода ягода пускай следует так ящик сотка цемента я все же потом предлагаю сразу дорогу нормальную сделать за бетоном и все месторождения ближайшие этого известняка подключить чтобы они и цемент это делали потому что цемента тут на овердах хрена просто чтобы какие-то постройки делать цемент и железо это все на стенке идет а честь почему с телефона не знаю меня вроде телефона нормально показывает фиксики сломали почему сломали кто сломал где нет все работает бесполезно ставить еще один он перерабатывает весь какой какой идет тут бы иначе у тебя изъясняк бы копился он не копится сколько приходит столько и делает если я поставлю еще один через сплиттер они простаивать будет половину времени какой смысл от этого чтобы делать еще один нужно подключить еще месторождение они любители руками собирать видишь хотя может быть камень сюда конечно и повынимали все возможно вроде когда 45 минут так а лента у нас слышь может это я и прогоняю конечно блин я бы лучше это все сверху поставил вот вот в том месте куда курсором увожу сразу делать массив ставить туда и подводить и камни все остальное и просто как подумаю сколько потом все переносите переделать у меня аж спина чесаться начинает ладошки аж потеют а вы всплывающий чат уберите вы его закройте на телефоне он вообще какой-то адский я для этого именно на экран на телефон и сделал так насчет ускорения надо слизняков идти искать я мне пока не охота туда идти на все-таки достроить космический лифт тут осталось то чуть-чуть так железные пластины практически готовы вот палки железные конечно долговато еще слушайте тут где-то стояла хрень одна так давайте-ка я вручную буду делать она так быстрее просто будет а проблема не в том чтобы лифт установить проблема в том чтобы накопить ресурсу до него пока ресурс не хватает час ресурсы сделаю установить то чё там поводкнул да и нормально нет писать нельзя так когда надо писать просто включаешь пишет атаку тебя блин я не знаю я могу я не могу конечно вернуть обратно выключу когда это вот уведомление там что так что эдак все равно чат занимает пол экрана он там изначально неудобно я не знаю зачем они это сделали бред какой-то а лифт орбитальным ну да наверное так круть я готовы остались пластины пластина тоже остался бетоний бетоний у нас так так блин 50 бетония надо камни наверно подворовать он уже подворовал и андеса версии собирал массивы в принципе нормальные цеха собирал какие то но там нас насколько там так ради теста сделал в принципе выглядит все красиво но надо площадку делать без площадки оно все смотрится ужасно по крайней мере на этой поверхности а площадку делать видите долго достаточно так это можно убрать за ненадобность ингот тоже можно убрать это можно убрать деревяга тебя убираем 8 мешков осталось цемент даешь стрим начали на пять часов до стрим пока идет разрабы могли просто google переводчиком перевести кто его знает кто не там переводил так два бетона кости не забирай пожалуйста так два бетона кости не забирай пожалуйста так но все равно она как-то странно магнитится сюда и кости зачем ты пробежал сбил меня в смысле в смысле ну давай сюда вздынч почти в самый край просто здравствуйте часто балдак нам опустится уйдь хрен его знает какими нитками она была прошита кассу тория все круто но переделывай да действительно нитки страшная вещь так сейчас надо как-то хаб наверное перенести хотя может быть рано еще его переносить ты че издеваешься что ли окружат дебилы меня одни кости ну вот иди сейчас за ящиком и забирай там все что было давай тоже разбейся чтоб на два ящика валялось давай тоже разбейся чтоб на два ящика валялось такс фундамент ну ящик валяется только туда хрен спустишься ну там жижа это бегает его сейчас съедят там константин ты же понимаешь что ты вверх устанешь подниматься так что у нас там в целях сборка деталей так сейчас нам нужно сделать сделать массив сверху производственный или может быть даже где-то вот в этом месте единственное что чтобы его сделать нам нужно больше бетона чтобы было больше бетона надо вниз проход организовать насчет звука смерти я не знаю не обратил внимание меня это время жопа горела так так а суху нужно человеческими жилами прошивать человеческими жилами прошивать это интересный подход так кость я вижу что он там делает я понять не могу человеческими жилами это конечно жестко наверное будет чуть-чуть печаль беда нафига не тут friendly fire сделали зачем это ладно хрен с ним нам надо больше камня блин а я вот эту дуру без пушки не убью без электрошокера так у меня кончился бетон так вот он и бензопила да нет бензопила не будет никого пилить костя уголя ну бы и так нашелся зачем у тебя сейчас мы не можем угольную станцию строить какой толк от этого угляд так как эту дел я делал как-то вот так сюда и сюда единственно что на бетона побольше the crystals on this love can be harvested and converted into a power chart that functions with current еще чуть-чуть осталось 30 метров можно будет хотя в принципе я думаю конвейер уже и так можно протянуть единственное что в обход придется далековато идти тут же так то можно вот сюда от конвейер замутить давайте проверим ресурсов взять только чуть-чуть да блин пол под собой ломать такое дело блин что такие жестокие ну я думаю он осознал глупость своего поступка константин вы осознали или все-таки нет то есть ты до этого не видел да как откидывает с электрошокера давай давай рассказывай свои замечательные истории так надо еще взять проволоку сделать большие кабеля или кстати уже тут так неплохо в плюс поехали никуда не расходуется потому что ступени их штамм выровнять можно там задача сводится к тому чтобы конвейер вниз туда опустите все с другой стороны мой ну и провода тоже с другой стороны обойти поставить ленту и протянуть и сюда чтобы бетония больше делать может он даже какой-нибудь блок в пиндюрить так вот видите доказательства то что стал бы это стал бы они опоры это вам не какие-то опоры до столбы столб нормально до сюда достает я посмотрим как эта борода достанет ну чуть-чуть не достает все круто но переделываю на не в ту сторону тянуть так сюда так и отсюда все что-то типа того то есть на тот конвейер я зацеплюсь кабелем я тоже зацеплюсь так и эту фиговину пускай пока куда-то сюда идет дальше видно будет так ей надо на этот столб запитаться вопрос хватит ли у меня на майнер на майнер у меня не хватает обычного бора но я очень скрафчу здравствуйте бур вопрос куда она ты все принес константин вы куда все принесли как моя пила моя фигня да я уже сделал мне на этот хп пополнить а тут некоторые ходят сзади там дают по жопе там просто эта дура ходила которая плюется я бы что он меня съест если я хп не пополню помирает чё-то не хочется ладно если я сдохну считайте меня инженером чего ты поставить не можешь мини-бур так убери мини-бур это ты их с ними ты только вы не оттуда камень нет ну хотя я не знаю камень так нужен не нужен там есть кнопка снять заходишь в бур нажимаешь снять он его снимает можно подключать уже сейчас и подойдут так как не можешь ты ну блин ну жди тогда сейчас я приду типа ты хочешь к что-то поставил тут и снимает я не хочу по конвейеру спускаться страшно как ты не можешь снять если ты их снял давай ставь вон нормально же он только один тут поставится потому что один спот сейчас эту дуру надо убить только где там она как дура снизу ладно а как как пластин нет я как обычно пошел а пластин не взял там так где-то плевал и плевал к пвп или засал ты там где аля ты не видишь ее где она сера чистая вот так вот такс болен отсюда туда не достать и весь один фиг в обход придется идти какая разница там бы обход пошел или здесь ты подключишь есть материал михаил или мне возвращаться потом макаронное перемещение в 3d спокойно ночи виктор сколько тиров сейчас не знаю у нас немного открыт мы только начали костя ты можешь подойти к обрыву сюда эти кое-что покажу да ладно все я уже ушел потом покажу смысле слишком легко и убил он так и убивается так-то человек убивать осталось только свалиться еще вниз с обрыва и это будет вообще полный эпик фейл только не натянуть с этого конца в другой а он уже все сюда прибежали чё-то за такое за дерьмо ты хоть сказал что ты будешь делать я сюда не ходил это чё у нас известняка да не тупые просто как пробка мне попал год как тут все враги убиваются электро шокером ну немножко сноровки надо просто у меня иногда нервишки шалят просто попасть не могу что-то у нас фиксики в своем репертуаре алё чё поставить они можем уже установили не в ту сторону тянешь втроем один конвейер сделать это просто жизнь какая-то что быстрее бежал просто ну-ка уйди отсюда один тут уже дошутился ну чё получилось как жаль что наконец-то подключили осталось стал бы подключить столб ставится не хочет что получится подключить к этому столбу да блин по краю с него свалиться можно что все сделали надеюсь там камень поехал наконец-то ну точнее сейчас поедет когда-нибудь лет через 200 что за дерьмо здесь с проводами новый тип макарон макарон из проводов кто бы сомневался при этом полбэнс со старта до ничего такого сверх какого-то критичного не добавили вроде как тиру пока более позднее особо недоступны уже без меня специалисты ставят не поставишь столб мешает так это чё у нас производство мешков на платформу доделывать я думаю наверно можно с края уже переносить наш хаб от края лучше отойти наверно опять какой нибудь умник сзади даст электрошокером все отлично так насчет хаба блин если сейчас хаб переставлять то у нас отвалится электроэнергия так из хаба нужно сначала все вынуть так блин ящиков у меня пока что нету да крайне печально вам часть хлама можно сюда скинуть хватит хорошего понемногу вот оно все круто но переделал кто там спрашивал когда когда этот момент настанет вот он настал так хаб 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 куда-то поставить блин потом переносить опять придется его 20 раз так наверно подальше его куда-нибудь сразу монтировать так отлично сейчас можно электроэнергии запитать так полки так 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 и вниз вот туда окей хаб перенесен так сейчас наверное можно уже как-то распланировать массивы было бы так смотри что здесь у края есть почему-то персонаж проваливается в середину бетонного пола как-то оно странно все бетония не хватает сэйф да сэйф кстати нужно сделать спасибо что напомнили а то сейчас все зависнет нафиг где-то иконка выбора фиг знает в каком месте чё дыры на площадке какие дыры на площадке у меня кости нет никаких дыр на площадке я не знаю чё это это скорее всего спасибо ранний доступ наверное он а ты чё туда хочешь поставить тут привязка примагничивание к этим к этим площадкам она через жопу сделано ты не думаешь что он все ровно будет работать не знаю у меня все платформы присутствуют и они я не знаю в чем у тебя проблема попробуй в игру перезайти здесь она все это электричество должно работать только на подключить остатки и зачем все отключилось она все по идее вот с этого края должно быть запитана сюда нет тут блин макароны эти чуть что такое вообще ну что вот этот столб запитать с каким-нибудь не знаю с каким вообще все разобрать по-человечески сделать так это у нас тут два хаба на бетоне и будет на бетоне сюда что на столбы не хватало все заработало или вы так и не можете завести еще о замечательно только я чё-то не пойму почему ноу паер ну кай а где-то у нас ведь была тут электростанция надо вот эту внешнюю сеть пока что отрубить зачем она нужна у нас ничего не работает так все бетоний заработал вы понимаете что вы сейчас один колхоз в другой переделывать константин и михаил я каш понимаю что колхозить это круто он фиг с ним контрол работает через задницу его на овощи из игры удалить и сделать нормальную привязку можете со мной не соглашаться конечно но мое мнение вот именно такое есть там этот контрол нету его сугубо параллельно когда ты ставишь вот вот около вот этих вот блоков точнее на этих блоков потому что он так расставляется дико просто я сейчас покажу о чем чё имею ввиду макароны 3d моя мечта да действительно так электростанции нужно поставить наверное где-то здесь сбоку чтоб недалеко они влезали 4 и пожиратель биомассы здравствуйте кто на она тут и без контрола ставится хрен пойми как так давайте-ка его куда нить в принципе вот отряда можно поставить сюда так два пожирателя пожиратель топлива сюда топлива топлива хватает топлива сюда столб раз два три на дополнительный коннектор ставить коннектор сюда так энергия пошла дальше где будет массив стоять надо сейчас производство камней наверно сюда наверх перенести что можно было сразу устраиваться по-человечески производство камней так здесь здесь у нас эта фигня производит больше чем потребляет один из верстак тербы коннеров повыше было бы нормально наверно удобно да не нормально мне привет робин да так потихонечку да какие проблемы сюда тут место вот вот этого места его за глаза вот вот этот промежуток если они здесь не на колхозе от говна какого-нибудь завести три ленты сюда и вывести их он например в ту сторону и с той стороны в ту сторону вообще никаких проблем нет я понимаю конечно что все по-разному думают каким образом это все можно подключить поставить перенести и туда-сюда какая разница и сюда три ленты зайдут без проблем их можно на разные уровни вывести тут просто на сейчас сделать так чтобы камень производился вот в этом месте не отходя от блоков от блоков энергии чтобы можно было нормально расставлять вот вот эти вот вот эту хрень наши и сделать площадку и тогда ты можешь все по этой площадке выравнивать модельку игрока но если увижу так нет он там нужен только в паре мест чтобы это все вместе тут скоммутировать тут потому что вижу что получается он копит известняк его можно разделить конечно поставить на два станка можно сделать немножко по-другому то есть смотри он делает 45 минуту лента переносит 60 минуту то есть можно блин где-то хрень настраивается а я пока настраивать не могу короче на технологии изучить и немножко мощей убавить чтобы он делал 30 минуту разделить сплиттером одну ленту которых 60 минуту дает и поставить два вот этих вот ассемблера по 30 минут чтобы было ну или сколько там это на посчитать просто взять а у нас пока технологии нету которая позволяет это все настраивать технологии надеюсь сейчас откроем как-нибудь с грехом пополам вот эту гадость сейчас все наверх перенесем хотя в принципе сейчас пока что можно отсюда строить так сюда еще наверно нужно один сделать раз два но как то так и дальше там можно массив уже поставить будет из вот из вот этих вот станков я только не знаю либо в этой проекции его ставить либо вот в этой но это на час посмотреть будет что сейчас все в бетоне уперлась никогда такого не было и вот опять тут то же самое так где у нас блин понятно а насчет ускорить не если ты его замедлишь он меньше энергии будет потреблять там кривая нелинейная там экспоненты идет то есть чем ниже продуктивность тем он сильнее начинает тем сильнее снижается энергопотребление если ты его ну в общем ты понял то есть если ты продуктивность у него производительность два раза уменьшить у тебя потребление энергии увеличится более чем два раза уменьшится уменьшится точнее все я уже заговариваюсь соответственно если сделать коробку большую где ты поставишь вот таких вот станков и ты у них не ускоришь и наоборот уменьшить то ты энергопотребление снизишь просто вопрос в том сколько ты сможешь угля привозить но скорее всего это нифига не понадобится потому что угля будет за глаза примерно так но если из энергоэффективности исходить то выгоднее наоборот уменьшать кто не в курсе есть википедия по игре там вот эти моменты они описаны уже там люди делали расчет ну смотрели точнее сколько энергии она употребляет да это можно конечно и саму сделать так давайте-ка здесь это делаем да тут пока не поставить потому что бетон не кончился сейчас мне нужно установить там 1 сколько ассамблеров 1 2 я в принципе 4 ассамблера поставлю хватит ли мне на них так где у нас конструктор нужен кабель кабель у меня есть и 12 железных пластин железная пластина сейчас подвору и действует товарищами не обидится а укрепленная да они наверно тогда обидится если у них все сворой 12 укрепленных надо сейчас сделаем так 12 провода до через платформы идут у тебя и конвейеры также пойдут если ты платформа определенным образом поставишь шел 2019 год у нас была крэйзи механикой крэйзи физик и ты ничего с этим не поделаешь но это вот так вот работает просто понять и простить что делать что открылась и следующих тиров давай посмотрим сейчас на поставить ассамблеры под под бетоней так открылась еще не открылась еще не доделали тут но пока ничего нужно космический лифт фазу 1 сделать на фазу 1 нужны эти движки там еще какое-то говно ну давай посмотрим я не помню по памяти ну 75 укрепленных и 50 двигателей просто я бы хотел вначале все-таки поставить фигню которая позволит нам площадку делать тогда можно будет фабрику по-человечески строить а провод до крэйзи че давайте-ка его переделаем тут какой-то вообще адский так сюда главное вниз не рухнуть так исследовалось итак ассамблеры в быстрый доступ я их добавлять не хочу пока что так ассамблер здесь перед ассамблером хотелось бы поставить какой-нибудь контейнер так контейнер блин серьезно железяги не хватает ну ну а хотя бы один поставить чтобы понимать на какую дальность его мне отодвинуть а то пока что не особо понятно ну да роторы да блин ну в общем все поняли суть короче роторы я уже заговариваюсь тут царям бывает при этом он завода по уровню нет это не сейчас это позже сейчас я буду эту платформу многояростную годами делать а сейчас бетоне наверх перенести чтобы он тут не мешался и потом все остальное можно куда-то в цех оставить блин тут как забираться тут неудобно блин тут как забираться тут неудобно факторио будет завтра завтра так блин здесь знаете в чем проблема тут вон те камни там позади они немножко мешать будут надо наверно вот так вот сделать так контейнер давай сюда один надо было выше на несколько клеток ставить что-то я тут тупанул хотя контейнер там можно напротив каждой этой херни ставить потому что иначе все равно долго так кидывайте сюда ты значит будешь делать цемент цемент пускай ползет сюда этих ящиков можно целый массив поставить можно было бы конечно объединять но это впадлу проще массивом поставить так мы сейчас по крайней мере уже понятно где они должны стоять так сюда сюда главное вниз не упасть так 4 ассемблера ну и все любим гигантоманию да гигантизм вот пожалуйста 2 3 и 4 палки кончились хабу да можно вести блин здесь я хочу сделать кость это настроил производство против а теперь перенеси его наверх куда-нибудь зачем производство против внизу так объясни мне пожалуйста так и надо вот эту гадость подключить все все этот бетон тут может бесконечно делаться на сейчас только его разделить сплиттерами так и завести в 4 чтобы разделить нужно здесь какие-то загогулины наверное построить так либо просто поднять завитушками ну завитушки тут блин конечно дело такое муторное так хотя с другой стороны можно конвейеры в принципе в два слоя так то вывести ряд ниже ряд выше так может быть так наверное сделать лучше будет 5 вот отсюда в два ряда заводить сплиттерами разделить так бетоний нужно сюда поднять чтобы бетоне сюда поднять нам нужна хрень да блин исчезли надпись нам нужна хрень которая нифига нет эта хрень будет на следующем тире чудесно просто придется колхозе транспортными стойками пока что что делать так но здесь нужны сплиттеры однозначно один пониже другой повыше хотя можно в принципе стойками поднять было бы кто мешает вот константин не имеете ли вы желание поднять ленты с камнями наверх сюда чтобы запустить нормальное производство камня тут нужно просто завитушка его сделать наверх здесь через сплиттер поставить на два разных уровня так сплиттер ну допустим один сюда второй выше на одну так и следующий сплиттер пойдет здесь на который у меня проволока не хватает короче вот здесь сверху сплиттер поставил в него нужно загнать одну ленту с камнем а вторую ленту нужно будет забрать в другой сплиттер который выше надо поставить и они на четыре завода будут распределяться и тогда снизу можно производство этого бетония будет убирать на счет рецепта кстати дмитрий да я я я читал там у них чинж логи что они рецепт некоторые поменяли ну точнее не чинж логи вроде от этого чела там изрисованного который у них комьюнити менеджер вроде он говорил что рецепт поменен вход пошла крэйзи механика короче нужно обе две ленты туда завести каким-то хитрым образом пока что без нормальных стойк их туда не поднять но придется вот так колхозить тогда чё делать да вы так не поднимите ее она у вас не изгибнется ее нужно по хитрому разворачивать будет разворачивать стойки не дадут ты можешь стойкой вот здесь вот выше поставить типа того а потом развернуть ее да и здесь тут только вот эта хрень может помешать немножко которую бетоне тут уже дает но я можно снести кто мешает что эту можно убрать что-то можно убрать так пойду-ка я туда наверх по наделу там сверху так хватит ли мне дачу-то у меня железа мало стойки изучить сейчас посмотрим сколько они требуют эти стойки на все и так стойки стойками я к тому что блин подключить то уже бы надо наверх туда понятно что стойки нужны рецепт некоторых предметов она там есть оптовые рецепты то есть чуть позже они появятся у тебя и ты можешь оптом там изготавливать вещать если ты про это имеешь ввиду так а стойки где у нас находится я насколько помню они вроде как выше были так верклог можно верклог запустите но дешевая платформы блок аут у нас опять кто-то что-то где-то отрубил они в следующем тере находится нету стоек ну либо я тупой и не туда смотрю здесь тоже нет платформы есть железяги есть опор нету они вышиваю они дальше появляются тут глупость какая-то зачем они так сделали не знаю от этих стен толку тоже мало завел молодец тут кстати нужно электричеством бы все это подключить но как балин кабеля медные кончились можно накрафтить стоит приобретать игру но есть и денег не жалко приобретай вопрос только в этом при отчума мир не этом и заново на кстати сохранится до позалипать можно видишь мы же залипаем просто оправдается ли твоей надежды черт его знает на блин столбы дайте мне пройти а а а а а а а а а как жаль что вы наконец-то это сделали замечательно 2 нужно на этаж выше поднять чтобы они по второму уровню ехали нам его сейчас наверно не получится сделать второй уровень из-за того что этих адских стоек нет так как то тут у нас был ну вот какого хрена я ваш чудесный control держу капец так тут наверно знаете на как сделать надо поставить здесь стойку и тогда она нормально станет сюда снизу вот на эту стойку которая перед первым сплиттером стоит туда нужно завести хотя тут наверно может быть и сплиттер то не нужен был так а здесь нужно назначить бетоний цемент здесь назначен нету хрень надо выше поднимать наверно наверно тут тут тоже можно замечательно колхозить в этой игре как факторию также это если вопрос касаемо вот этого всего на на выше поднимать на выше поднимать блин как без опор здесь поставить а кто скажет карта мира она позже откроется нужно нужно исследование проводить тогда карта откроется как вот над этой балдой поставить сплиттер кто мне скажет сам он тут чудесным образом не поставится может конечно попробовать блин да не не поможет даже если вот так поставлю видишь у нас нет технологии которые опоры дают можно конечно пока тут переколхозить как-то каким-то таким неявным колхозом ну то есть куда нить что-то типа того сделать но это какая-то дичь вообще непонятно она тут мешает лишь немножко спасибо за эту чудесную информацию а так когда позже стенки здесь появится можно тут сделать выше они на одном уровне будут идти и вот этих огородов лепить не надо будет что тут в данный момент ну не знаю трэш ну пофиг шел первый тир мы выживали как могли вот какому столбу нужно ленту подтянуть что не получается ладно при сандалит так бетоний привыкаешь факторе он нажал control собрал через control но тут этого нет к сожалению приходится в каждой отдельно заходить печаль беда так чудесное строительство платформы у нас продолжается так что то где то полетела ну давай факторе или сути с факторе да нельзя эти игры взять и вот так вот в лоб сравнить абсолютно разные вещи все работает вы там чё с конвейером то мучитесь вообще никак что ли всю жизнь мечтали о конвейерах в 3d блин что мешало так просто что ли не поднять было я все понимаю конечно но что вы делаете ужас издеваетесь надо мной что ли господа что вы делаете что тут за дерьмо вообще вот это вот что-то за херня зачем она здесь идет это сделал костя смотри чем не есть иди отсюда инженеры блин нормально же там лента снизу шла чуть-чуть делаете зачем вам вот это все ужас блин ужас блин что это за фигня ужас японский городовой блин я не знаю нормально же лента шла ну что вот это зачем здесь это игра знаете что проорать просто все так что такое зачем она здесь нормально же общались с этими лентами что это я с вас а ру капец вообще не издевайтесь там уже все сделано забейте не надо блин я первый театр ужаса до слез просто рассмешили дмитрий я в стиме нету она через epic store только предоставляется так что тут ладно с камнем разобрались на второй тир кости надо сейчас значит сделать на сейчас ну да на тир поднимать ну вон в это дерьмо закинуть обмотки и 75 reinforced plate тогда можно будет нормальные стены ставить они вот это вот силы влепить ну зато практика чудесная конвейеры в 3d это это наше все сейчас на точно такой же массив ну просто точно такой же массив нужно под железо поставить просто как ты будешь его заводить если здесь сейчас этого наградить но без тех без этих вот балок нормальных его не сделать так тут конечно можно уже как-то это все закрывать вообще когда спиральками можно будет поднимать конвейера они просто тут в две дырки в две в три дырки влезают в полу и все и никаких проблем не возникает вот его вот этой всей гадости делать не надо ну что сейчас это по факту ну блин заглушка сейчас на производство железа вот точно в такое же место перенести чтоб она просто делалась и любой момент можно было это железо взять такими лентами моего городить устанем факт просто тут можно конечно на тонкие уже перейти блоки нафига толстый лепить больно они много места занимают кнопка 6 на барабане ну кто там спрашивал вот собственно она сейчас сказала то что есть альтернативный рецепт какие-то но это скорее всего то что есть что альтернативные рецепты все-таки имеются так это что-то за гадость это у нас добывалка возможно придется часть каких-то вот этих платформ убрать потому что иначе будет не впихнуть впихнуть не впихуем и не получится так и руду надо целом для руды можно какой-то хаб конечно сделать ну точнее не хапа блин ну да можно знать еще сделать можно сделать нормальные ленты и от них отводить все что надо чтобы просто вот этого трешика не было с гигантским количеством конвейеров то есть допустим вот здесь вот идет конвейер сам по себе где-нибудь ну вот тут например из-под механизма убрать основание то он скорее всего воздухе останется висеть тут потому что все постройки если из-под него что ну они остаются в воздухе висеть все тут ну смотри доказательства шел 2019 год платформы висели в воздухе то есть вот вот такую дичь можно делать как бы без проблем просто это ну не знаю такое я думаю что можно наверно подпрыгивать и под себя там накладывать класть под себя это я не знаю насколько интересное занятие так вот здесь можно пустить например какую-то шину импровизированную но под эту шину блин серьезно серьезно игра что ты делаешь да я не помню как как давно я сохранялся более отчаяние да не насчет того что будут блюпринт или нет я думаю что пока рано об этом говорить второе падение статистику ведешь жесть ну по крайней мере это адская лента доделана на чудесно интересно почему этот краж был знать бы причину все круто но переделывай короче надо здесь поставить массив а кося так это ты что ли крафтил и и ты сломал игру так тучаю едет здесь едет здесь едет я не знаю в чем проблема и почему игра улетает тирал 2 до факторка нет я факторку и так пока наигрался мне на немножко отдохнуть не фактория будет завтра серия кому интересно с долбатроном так я пока тут длинную такую хрень строить не буду железные пластины прутья короче общем идея в чем сейчас тут нужно поставить какие-то начальные производства чтобы они просто работали если у меня каш материалы под них найдутся так семблер но плясать нужно от ящиков то есть ящики в начале ставится сюда да чтоб ящики поставить нужно дальше здесь платформа выровнять блин лютая дичь чон так зависает точнее не зависает а отваливается так например сейчас надо понять где пойдет так называемая машина хотя сейчас можно просто несколько конвейеров тупо запустить это уже будет хорошо так контейнер наверное здесь следующий вот следующий нужно рассчитать так здесь у нас пойдет здесь у нас пройдет конструктор то есть ассемблер он же кстати нет на оставить дальше так ассемблер вы сюда здесь пойдет переплавщик значит будут пластины получаться там рядом будут получаться прутья reinforced где-то может быть подальше пойдут но это самое первое производство так что пофигу пускай так стоит а дальше чуть стороне где то можно начать уже может быть он там цех клепать большой что просто не запутаться все круто но от игры к игре ничего не меняется так значит и братан железный слиток ты делаешь железную плита ящик копит я не знаю надеюсь фиксаны поймут меня задумку так ассемблер у нас самый широкий поэтому равняемся по ассемблеру не хватает пластин ента чудесно короче сюда можно уже подводить ленту если кто-то будет это делать блин вопрос в том где тут пластин подворовать можно иди сюда пластины а скрафчу в принципе слитков сейчас имеется некоторое количество так ты тоже давайте сюда привет владислав так поводу штырей точнее против ну тут вроде какое-то количество имеется остальное вроде мне хватает бетоний в бетоне весь у нас сверху и бетоне у меня есть на можно подниматься так и тут бы конечно сделать какую-то лестницу адекватную и вот это вот все анимация страшного персонажа издалека как майкл джексон мун волкер также ноги проскальзывает вы если заняться нечем можете ленту наверх подводить уже одну железную лестницу хотя нет пока не надо не 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 надо бетон в один склад зачем подпускаем там копится больше складов просто будет огородить один на другой смысла нет все равно потом все переделывать придется по поводу короче лент здесь можно сделать вот такую фигню то есть вот у вас идет так идет у вас ну а сколько до нормальных стен осталось можно и потом сделать я просто шину хотел обозначить тебе ничто не мешает хотя бы одну ленту сюда подвести потому что потом можно будет ее снять и поставить многоэтажную шину и она будет нормально работать как 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 по факту ты одну ленту уже можешь подключить ресурсы нужны ну сколько тем там ресурсов еще не хватает ну давай подождем накопим я хоть воды си налью мир в игре ограничен тут карта примерно сколько там пять пять на пять на пять на пять километров пять с половиной на пять с половиной три с квадратных километров площадь карт блин лучше бы они пораньше засунули возможность в несколько этажей конвейеры строить но тут трешак вообще это ждать сейчас придется хрен вот эту очень неудобно огромную в в в в в тут сверху есть лента если там есть свободная площадка из-под руды а ну он там она есть чё как майнер все ништяк мозги пудрить не на так здесь у нас ингод здесь у нас пластины и сюда они в ящик копится тут в принципе можно все же массивы наверно так расставлять в некоторый ряд чтобы они внизу по идиотски там не стояли тут придется конечно да с бетонием повозиться некоторое время в принципе так то можно цех под переплавку собрать было бы уже если что пластины конечно придется на это выделять лишний раз да нет здесь шина она просто вначале она оправдана будет тут тут же сейчас не поездов ни хрена нет как ты будешь эти ресурсы подавать а это надо все распределить по-человечески соответственно логика простая ставишь шину тут она просто многоэтажный может быть тут не надо я хоть двадцать этажей дело какая разница главное не запутаться потом я думаю сейчас может быть цех собрать цех где-нибудь может быть вот тут начать собирать блин правда эти дурацкие камни мешают что-то я конечно этот момент не доглядел на на пару клеток выше бы было собирать хотя можно в ту сторону вот туда вот куда сейчас бегу там так-то ничего не мешает и места дофига понятно тут мародеры уже все собрали слушай что-то балда не работает понятно crazy механик это называется она как бы подключилась и как бы не подключилась а у нас хап розовый стал краски что ли где-то достали пистолет кстати не работал в тестовой версии до этого привет олег доходили до края карта а чё до нее доходить эти показать могу где ну вот видишь такие косараги это ну конструкции которые в воду опускаются вот туда проходишь и там конец карты вот куда мне курсор показывает вот там ничего нет там есть острова а еще дальше пройдешь ты упадешь вниз и будешь падать ну прямо в ад а вот до тех вот скалы не дайте они декорации что край карты это но тут примерно как у плоскоземельщиков также доходишь и земля резко обрывается вниз прямое доказательство того что земля плоская в этой игре ну так сделано так что если кто не верит что земля плоская можете запустить эту игру и сами убедиться до цех наверное в эту сторону лучше делать а туда делать стартовый базовый цеха и потом оттуда шину можно заграбить сюда будет и сюда перевести что тут как раз такое место удобно бетоне отсюда забирать и можно конечно теоретически смержить все это в один ящик но вообще не охота так чё пластина вот это я тут зашанил конечно знатно подвести подвел электричество не подключил столб столбецкий будет чтобы все ровненько было просто у нас кстати могут проблемы возникнуть с топливом я не знаю кто то там подкидывает вообще дровей-то нет дровей не подкидывает блокаут поздравляю поставить еще одну топлива-то где я не видно где там столб стоит вот вот как тут делать она на пересечении стоит палок можно значит также поставить давай заводить или так следующий следующего столба не видно сам ты ствол не столпа опора следующий здесь за стоит на дровей подкинуть короче в крайне генератор чё-то игра как-то пролагивать начинают подозрительно ну я не знаю что с этим делать у меня пистолет не работал он может быть работал на старой версии которая была пиратами сворован версия которая предоставлялась нам пистолет никого не работал у меня по крайней мере на третий краж блин насколько там интересно откатилась мульти мультиплеер крашит не сам сторону да блин мне кажется не поможет но сейчас перезапущу может конечно поможет но я очень сильно сомневаюсь запуск лифта можно дальше развиваться нормально играл все красила у меня ничего не красила фиг знает в чем проблема так ничего там подтянулась игра и нацки сатана эти краши я кстати соло тоже ни разу не улетел вот вообще серьезно болен тут еще стал бы не подключен ёперный театр оклан чтобы блокаута не было на сначала подключить вот этих ребят может кстати по графонию отвал какой-то происходит потому что у меня как-то фризит начинают подозрительно или опять костя там накрафтил говна какого нибудь константин сколько вы скрафт или перед крашем если игра по графике отваливаться то это крайне печально тогда будет так все пластины поехали мультиплеер 34 плюс так слушай давай может быть я буду так как я хост может я буду с его болен вы накидывайте а кнопку давай я буду нажимать чтобы просто попробовать исключить вот этот вариант что вы нажимаете кнопку и происходит краш кнопку то нажать не проблема все накидано будет миша нажимал так он до этого еще копера зашел у нас краж был все краши из-за него по-любому рецидивисты сплошные нет сам космический лифт его построишь и начинаешь ресурс туда слать ну короче факторио это колбы следовательский здесь это собираешь пачку ресурсов пихаешь вот в эту балду и отправляешь вверх это балдая лаборатория которая открывает тебе следующие исследования ресурсы не виде пакетов а просто куски всякого сейчас на сюда запихать 150 моторов и 500 вот этих вот ящиков квадратных кубических ведь откроется новое исследование ну как один из вариантов колб другой вариант колб он вот здесь в мамке находится в мамку сюда накидываешь всякое дерьмо она тебе новое исследование дает что-то типа того если параллели приводить лестницу какому кораблю зачем леталка здравствуйте враги есть тур или нет враги они здесь такие пассивные я не могу тебя каша съесть но такое они не восстанавливаются даже тут насколько я понимаю не а может конечно ошибаюсь но я не видел что праги восстанавливались да они тут ватны это факт три краше пока что был но это мультиплеере опять же я вот на тестовой версии играл скиньте мне ротор у меня нет ротора если кости сделает я соль на играл когда вот тестировал игру к обзор писал никакого даже намека на краш не было примерно так то есть походу они пока нормальную серверную часть не сделают вот будет происходить такая фигня так сколько там нам осталось до этих стоек дурацкий чтобы все это переделать все круто но переделывать так давай ка я накину тут на вентилятор всякого нужны роторы 20 штук куча проводов провода мне саму так-то нужны блин вниз за ними скрафт жесткого диска он с костей договорись пускайте скрафтит мне сложно я на стриме куча да еще бета не делаю заливая точнее полы хотя я сейчас все-таки хочу сделать цех цех сделать цех будет наверное не знаю может быть 7 на 9 его сделать такс надо 1 2 3 4 отступить вот так а тут наверно уже можно цеха делать да можно что так что эдак без разницы да Это называется хождение по воздуху. О-о-о. Куда? Остановись, блок, что ты делаешь. В принципе, туда можно было бы тоже, наверное, достроить. Так. Что я лениво, конечно, делать. Бессмысленно и беспощадно. Ладно, раз уж начал, доделаю. Все, замечательно. Появились фиговины, чтобы нам делать... Да. Чтобы делать more verticality. Больше вертикала богам вертикала. Так, замечательно. Как вот это все дерьмо в воздухе висит, а? Что за фигня? Блин, игра, а? Дотянуться до... до края мира дотянуться можно. Я не знаю, что там дальше будет. Скорее всего, нифига не будет. Она просто будет генерироваться. Карта новая. Кто разбирается в Unreal Engine? Вот тут общая карта. Она насколько большой может быть? Есть ли там процедур... Да. Ты что строил, называется? Что все отвалилось? 30 квадратных километров карта. 5,5 на 5,5 километров. Причем, хрен его знает. Непонятно, что за ошибка-то. Тут какие-то Дженкинсы, Workspace, что-то такое вообще. Так, InvalidState, Actor, WorldSettings, FG. Реплика... Не, я вообще не знаю, что-то такое значит тут. Ну, весело. Да, блин. Сейчас запустится. Ты бы в чате писал, напоминал бы, а то я... Я ведь пока болтаю, я это могу пропустить мимо ушей просто. А, Костя крафтил. Нет, вы уж определитесь, кто из нас... Кто из вас виноват. Давайте кого-то конкретного виноватого назначим. А то так непонятно, кого из вас ругать-то. Нет, слушай, у нас почти никакого отката нет. Буквально минута, наверное. Отката почти не было. Прямо перед сам автосейвом, блин. Так, что-то сразу пролагивает, значит... Блин. Все-таки у меня есть подозрение, что это может быть и из-за графонии. Фиг знает. Хотя, при чем тут графонии, казалось бы? Это вообще отдельная фигня. Так-то. А, крашнулось. Вот у меня сейчас пролаги были, это, видимо, как раз ты и отвалился. Я не знаю, в чем проблема. Я-то тут при чем? Я не виноват. Блин, хотел сделать цех, но придется делать не цех. Так, опять пролаг был. Опять кто-то отвалился. У меня же ладошки потеть начали, как бы тут не вылететь снова. Дмитрий, у меня нет автосейва каждые 5 минут. Где он? Ну, вот автосейв. Блин. 23.51.05. Может быть, конечно, и есть. Но вот 5 минут автосейв назад был. Да. Окей, посмотрим, если крашнет. Попробую загрузить. Никита, я сейчас займусь расстановкой. Так, мне сейчас нужно расставить фигню под подвод руды. А площадку... Так, а мне что делать-то? Нужно было подождать, пока технологии откроют. Я думаю, что самое интересное, эти площадки расставлять. Так, стойка требует пластины, палки и бетоней. Короче, стойку надо поставить ровно по центру. Так, сюда. 1, 2, 3, 4, 5. И стойка выдерживает 6 пролетов, насколько я помню. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, стойку можно вот сюда впендюрить. Это надо тогда разобрать. Так, стойку надо вообще поставить... Знаете, куда? На цифру... На цифру 4, наверное, она пойдет у меня. Сейчас проверим. Да, 6 блоков пролет. Так, и тут поворот сюда. Сейчас надо руду снизу поднять. Вот именно на эту стойку. Единственное, что может быть... Сначала как-то вверх туда сделать. Потом завернуть ее. Так, наверное, удобнее будет. Если, конечно, там хватит угла. 4, мы сейчас проверим. Еще стойки. Топ контент же. 3. Не, нифига, угла не хватает. Жнацкие развороты делать. Блин. Хотя подъем можно было бы, наверное, плавно вдоль вот так сделать. И потом вывезти сюда и сделать какую-то шину импровизированную. Проблемы, Михаил, нет. Ну, странно было бы ожидать решения проблем прямо вот сразу. Насчет папки, ну, хорошо. Потом посмотрю, наверное. Спиральку. Придется, наверное, спиральку делать. Что делать-то? Не ставится она друг на друга по-человечески. Так, вопрос в том, через какое расстояние ее делать. Чтоб она тут получше-то как-то встала. В принципе, хватит на росток. Так, подъемный этаж и надо сделать. Подъемный этаж и нужно сделать и по нему пустить вот эти ленты. Нет, подожди, какой подъемный этаж? Остановись, не на никаких подъемов тут делать. Убери ее. Да блин, убери ты этот треугольник. Зачем он тебе? Ты можешь три слоя вот так поднимать, вот таким образом. И никто, как бы, и проблем-то никаких с этим не будет. Поднял за гогулиными сразу три ленты и пустил их в три этажа. Зачем тут какие-то подъемы-то адски городить? Это, конечно, тоже адский подъем, но блин. Так, здесь. В принципе, можно вот на эту фиговину выходить. Три. Вопрос в том, дотянется вот эта фигня снизу или нет. Или надо выше делать будет. Да, надо выше ее поднимать. Три. Дорос в том, дотянется вот эта фигня. хорошую лента что ты делаешь все сейчас на так все ленты пустить они по 3 иди отсюда они по три идут и она нормально будет подниматься чего чат да блин сделай сейчас сейф не переживай меня вишь важное делать это все потом знаешь как переделать можно двух все сделаю сейф доволен запись стрима да будет чего на одной стойке попробую не понимаю прокатиться по спиральке да там не прокачиваться там вот эти вот блоки мешают но они знали что делают опять та же самая фигня но ошибку тоже самое выдает репликейшн граф какой-то чё такое это ты сейчас чё сделал подожди это ты чё сделал то что она сейчас опять крашнулась ты просто скажи что ты сделал чтобы избегать этого дерьма чтобы она не не отваливалась это что такое это что такое да и и и это что такое это что такое и в чем я вам покажу и и и и и и и ну здесь загрузить никакого нет тут есть продолжить сейчас посмотрим что он там не продолжить выдаст я пока причем есть это ты скажи что ты сделал да блин нормальная штука почему крокозябрат сколько твоя спиралька поднимает лент дожди дай-ка попробую не совсем тебя пойму я проверим что там имеешь ввиду и как-то закручиваешь я просто понять не могу как как-то закрутить то есть мне напишешь как это закрутить я попробую а так и не понимаю так подожди ты кнопку нажимал перед тем как краш произошел краж был из-за чего из-за что ты ресурсы запихал что ли просто если понять из-за чего он крашет ну вот я фиг знает михаил тебе мешает завод твой с другого края подведи вот где я стою вот здесь в виде прям подо мной и заводи туда и дальше по спирали пошел на зайдет нормально я тоже не знаю почему она так почему так в отваливается кусаки есть да спиралька теме что восьмеркой крутите она не закручивается у меня что я делал не так и туда вижу спасибо тут я смотрю в этой игре тоже какие-то crazy механики каркозяберы всякие есть до печально пластин не хватает камень для бетонного пола дронов не до на колумбус здорово типа того не так подожди есть у тебя две стойки то какая разница спиралька там будет или вот такая фигня это уже вкусовщина называется знаете если у вас тоже две стойки если вокруг одной стойки это можно сделать то я не понимаю как это сделать а если у вас две стойки то ну блин спиралька будет или вот такая фигня какая разница такая фигня более натурально выглядит как по мне так вообще это вкусовщина если на двух стойках точно так же делается так вот это вот не надо так делать будет все равно надо ответвление будет делать так что какая разница так это надо убрать внизу потому что пол кривой поэтому сверху тут к обычному полу нельзя замагнититься а вот к этому полу магнить принудительно что-то дерьмо что это дерьмо я не знаю зачем так сделано подожди на хрена ты медь ведет блин ну ладно давайте колхозе вот как как-то эту медь будешь потом разделять и она где-то в другом месте было вести чего в одну где параллельную ленту день сделай что вы тут строите такой я не знаю будет жесть какая-то но окей ладно я не помню в чем проблема по той-то ленте было завести повернул налево завел куда-то сюда вышка вас не спасет абсолютно ну в лекции если твоя конструкция подразумевает две опоры и восьмерка то это вкусовщина это 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 просто сразу вкусовщины и забей какая разница как она будет так или или по-другому эта конструкция 8 параллель 4 параллельных ленты поднимает как бы чё мешает я просто иначе суть претензий не понимаю фиксаны тут подтупливают немножко вот он можно было и ближе поставить но там не замагнититься снизу я поставил ближе а так 4 лента вверх подняли все у нас четыре месторождения железом вроде как было вы ничего не мешает часа поднять пускай не едут а насчет меди и полин а короче что все это дерьмо к это один человек собирал иначе запутаться можно пожалуйста четырехэтажный конверк в чем проблема норм все работает не туда подсоединяешь алё колхоз что ты делаешь колхозить мы конечно сами не свои но блин все подключайте там снизу все что надо тут сейчас осталось завода просто расставить как они там пойдут все равно придется где-то снизу ставить опоры точнее ну да но это перед каждым отворотом свое идет опускается вниз заходит он пожалуйста и массив который вполне себе логично расположен я только не помню сколько у нас месторождений железом под стойкой да но тут тут виша джек чем проблема там ходить будет неудобно если там еще одну ленту пустишь не не ну придется вот так вот переползать это не совсем удобно так что лучше одно место оставить да ладно пофиг запускайте имейте все остальное сейчас как не тут разрубно только будет смотреть где он где иметь идет по какой ленте и снизу не пускать конвер не пройти будет так тут можно три ассемблера поставить для ассемблеров нужны для ассемблеров нужны реинфорсит плиты ну конвейеры к конвейеру чё конвейеров никогда не видали нет разрабы факторки такого не делают так тут сейчас нужно железный пруд так сколько там нужно эту хрень 3 это мне на 9 этих пластин сделать для них нужны шурупы зачем вы их пустили то туда блин нафиг то лучше разобрать чтоб искушение не было не надо пускать мы жить не знаем где у нас пока будут конвейеры и где нужно поворот будет делать потому что этажность будет уменьшаться смысл длинный конверт запускать а я я я наградяю 3 сарая поставить. Так, здесь у нас что делается? Здесь у нас плита. Пускай палка делается. Проволка кончилась. Вовремя. Блин, придется вниз бежать. Что еще хотел в игре видеть, кроме логистики и автоматизации? Стабильность, например. Вообще, я бы хотел, чтобы было очень много разных блоков. Это, конечно, все модами делается, но, блин. Чем просто больше блоков, тем больше всякой разной фигни можно построить. Не-не, Костя, не из этого делается это все. Из стальных перекрытий. Забей на это. Это вообще какие-то лестницы кривые. Они недоделаны. Ты устанешь из них собирать. Сделай из металлических блоков. Из наклонных, без ступенек. Там металлические рампы, есть повороты. Я не знаю, какое-то исследовано у нас или нет. Не, можешь, конечно, из этих лестниц сделать, но они адски неудобные. Я уж не знаю, как ты тут с ними будешь работать, с этими лестницами. Давай, Михаил, спокойной ночи. Все норм. Ну, собирай. Главное не рухнуть. Так, здесь мне нужно три переплавки. У меня 0.22 по Москве. У меня московское время. Так, три переплавки. 30 минут у конвейера дает... Тут еще непонятно, по какому конвейеру. Ну, этот конвейер 60 дает. Так, здесь тогда можно будет сплиттер поставить. И располовинить. Но это, опять же, бабка надвое сказала, потому что можно ведь усилить скорость производства, увеличить. Но с этого конвейера точно можно построить, потому что... Наверное. Хотя, это надо по месторождению смотреть. Тут хрен найдешь, с какого месторождения-то все идет. Тут нет возможности сделать нормальные склады, нормальные хабы. Если бы можно было нормальный хаб построить, тогда было бы все проще. А, это вот отсюда идет. А здесь непонятно, какое месторождение. Блин. Идиотская херня. Вот это вот очень не помешает, чтобы можно было с лестниц нормально спускаться. Что это за дерьмо вообще? Как оттуда слезать? Так, это чистая. Она, значит, у нас дает... Так, чистая. Здесь написано, сколько она дает. В 120 минут. Конвейер 60, да, в минуту у нас пропускается? Обычный. Так. Конвейер... Да. То есть... Отсюда, если вывести конвейером номер 2... Тут надо, короче, скоростным конвейером это разделить и по двум конвейерам одно вот это вот ввести, потому что у него продуктивность больше, чем пропускная способность конвейера. Конвейер 60 минут несет, этот 120 производит. Только тут нагородили уже этих заходов. Есть вообще свободные конвейеры какие-то? Или нету нифига? Или конвейер нужно апгрейдить? Не, фиксики... Фиксики сами разберутся, что там лестница есть. Блин, ну, этот конвейер надо реально... Либо на Т2 заменить, но Т2 и крафтить его станешь. Он требует реинфорсить, одну штуку. Это геморройно сейчас делать. Один сделать, сплиттером разделить, а вот эту добывалку ее повернуть немножко в сторону. В принципе, как вариант. А то иначе она неэффективно работает. Хотя, если вот на вторую ленту пустить... Блин, на вторую ленту они здесь что-то пускают. Вы что здесь вообще такое делаете? Вы продуктивность смотрели вообще, нет? Михаил Константин, вы посмотрите продуктивность вашей добычи. Тут тоже 120 минут. Здесь тоже можно по двум конвейерам пускать. А этот... И здесь 120 минут. То есть, два конвейера, два конвейера. И там два конвейера. Мы шесть конвейеров можем пустить по 60. Два конвейера с одного пускать. Вам только нужно Т2 конвейером в сплиттер загонять. И сплиттера уже делить на две части. Если вы меня, конечно, слышите. Соответственно, у вас отсюда должно 4 ленты идти. И эти 4 ленты где-то нужно тут... Я не понимаю, что мешает вам соседней рядом здесь еще одну загогулину сделать? Вам же все равно 4 ленты поднимать. Слышите, что я говорю? Вы не тяните туда. Сделайте здесь такую же загогулину на 4 ленты. И от тех двух буров по 60 в минуту лентам пустите 4. И все, и там можно будет восьмерной сделать. Чтоб вот этого всего не городить тут. А тут ленту я использую в качестве... Ну вот, вторую вот эту. И здесь тоже сплиттер поставлю. А то иначе оно как-то тут неэффективно совсем работает. Блин, тут нет никакого геморроя. Здесь просто нужно развернуть и 4 конвейера пустить. Тут никакого геморроя нет. Просто изначально нужно было по-человечески сделать. Ну-ка давай штука, разбирайся. Сейчас переделаем. Никаких проблем. Это 2 минуты делов. Напросто изначально эту фигню учитывать. Вот и все. И проблем не будет. Единственное, что здесь... Может быть, все-таки в ту сторону развернуть. Так, вот это здесь зачем стоит? Вот две ленты. Они так и просят, чтоб я в них завел. Так. Выход. Так, сюда сплиттер. Так, конвейерный разделитель. Только я чё-то хрен знает, есть ли у меня реинфорсит плиты. Чё-то походу нету, наверное. А нет, слушайте, как раз. Ну вот, у него пропускная 120, а эти я просто завожу. Я не знаю, в чём тут проблема-то. Чё, какую чужую территорию? Алё, игра. Это моя территория, я вообще-то здесь первый. Сигела совсем уже игра. Так, одно. И второе сейчас заведём. Это у нас ехать туда. Всё, пошло. Так, и тут надо второй этаж сделать. Чужая территория. Главное, чтобы это всё выехало по-человечески. Ну, ладно, хорошо, 4 минуты подрать. Всё, спасибо. Ой, всё нормально работает. Сейчас надо только сохраниться будет. Враги есть, но они такие, слабоватые. Так, поехала руда. А медь? Слушайте, медь на каком этаже ехала? А медь ехала здесь, да? Я знал, что сейчас всё зависнет. И отвалится. Блин, игра, остановись. Почему ты так себе ведёшь игра? Да не, а чё? Чё охреневать? Тогда нужно было бы какую-то и оборону адекватную делать. Если б таких же, как факторки, сделали. Так, медяха, значит, на третьем этаже едет. Здесь у нас едет железная руда. И по какому-то этажу. Короче, первый и второй этаж. Это железная руда, третий медь и четвёртый. Что за железная руда на четвёртом этаже? Я не знаю. Откуда она тут взялась? Сюбить. Сюбить. Так. Куда она взялась? Реплокос покидает. Не покидая игру, пожалуйста. Мы ещё не достроили. На четвёртом этаже ничего не едет у нас. А параллельный конвейер, он пускается точно так же в притык. Вот к этой бороде. Можно так пустить. А можно через одну клетку. Ну, я так делал, по крайней мере. Нормально работало. Вон, пожалуйста. Многоэтажная шина. Так, единственное, на опалок накрафтить. Краш был? Не про груз текстур? Так это из-за тебя игру выбило? Пора делить на сети блоки. Не, я в принципе так и хотел сделать. Но смотри, была в чём задумка. То есть, вот это сейчас питает стартовое наше какое-то производство, так? Вон, уже поехало всё. И там дальше, вот дальше туда, если пускать, чтобы конвейер можно было продлить. Я там хотел делать сарай. Точнее, большие какие-то цеха. Там, скажем, 7 на 9 или там, не знаю, 9 на 11 вот этих блоков. Делаешь один этаж, в него засовываешь производство, но совсем, чтобы не переделывать. И пускай он там работает, сколько влезет. И всё. А потом ты просто это всё вот этими лентами соединяешь. А если поезда были бы, можно было бы ещё поезда как-то сюда подтянуть. Наши самые поездатые поезда в мире. Так, мне нужно сделать шестерни. Ой, фу, шестерни говорю. Палки железные. После перезахода был краш. Интересно. Возможно, у меня тоже какие-то текстуры из-за того, что стрим идёт, не успевает прогрузиться. Чёрт его знает. Нет, так поезда, они на седьмом тире появятся. А седьмой тир сейчас заблокирован. Откуда? Мы где поезда-то возьмём? Так, вот это вот мне всё не надо. Этим я сейчас захиляюсь. Железные руды тоже. Давай, до свидания. Палка-ковырелка. Так, не, я в чате видел сегодня, что там через сейф разблокировку делали. Ну, если есть как, ты напиши потом в Дискорде, посмотрим. Если можно это всё разблокировать. Это было бы круто посмотреть. Я надеюсь, за это никаких санкций не будет со стороны разработчиков. Так, здесь мне нужен второй этаж. Как она тут стояла? Второй этаж. И со второго этажа полетели три бомжа. Так, это сейчас нужно включить фиговину. Не, ну то, что можно это разблокировать и посмотреть, то это, конечно, прикольно, да. Это однозначно. Единственное, что, опять же, момент, насколько это легально. Хотя, вроде, не знаю. Разработчики вроде ничего не писали, что это совсем-то запрещено. А не запрещено, значит, разрешено. Такая же логика у нас. Так, три и четвёртый надо. А здесь что за ошанство такое? Ладно, столб можно за это поставить. Не вплотную восстановил. Так, нет. Так не пойдёт. Не, ну тут переделать я точно ничего не хочу нафиг. Слишком громоздкая переделка в пению. Так, окей, шестерни поехали. Здесь что будем делать? Тут бы надо, конечно, медь сюда завести. Либо ещё два. Хотя нет, наверное, медь. Всё-таки она тоже как-то базовый материал идёт. Раз уж она там делается. Ну, кстати, возможно, меди там как раз-таки тоже можно по двум этажам пустить. Фиг её знает. Тут что тут, господа, доделали? Вроде доделали. Это вы что, такие длинные конвейеры из reinforced пластин сделали? Вы чё, серьёзно? Это что у вас первый тир конвейера? Зачем вы... Вы чё за дичьтесь делали? Вам нужно одну клетку сделать. Так, блин, там надо одну клетку сделать. Поставить сплиттер. Вот как у меня вот у этого. Ты посмотри, как у меня здесь сделано. Я там поставил одну... Ну, там три клетки получилось. Reinforced, он быстро идёт в сплиттер. А сплиттер уже делит на 2 по 60. Тут так никакого железа не напасёшься. Или чё, это у вас тут временное решение, что ли, такое? Ну, как временно, это странное решение. То есть у вас... А подожди, тут ещё и третий какой-то есть бур. Японский городовой. Сколько их тут, этих бур. Так они все по 120 же дают. Ладно. Тут с этим можно голову сломать. Тебе только надо Reinforced взять пластины. Или как они там, усиленные. И... 1, 2, 3. Это тоже подключено. Так, эти столбы. Сюда, сюда. В принципе, пускай тут проволока делается. Хрен с ней. В смысле, нижний и верхний? Нет, подождите. Он 120 производит. Лента несёт 60. То есть вы соединяете сплиттер конвейером, который несёт 120. То есть у вас всё нормально получается. А из сплиттера два конвейера по 60 выводите. Итого у вас рейт сохраняется. То есть с одного бура вы получаете две ленты полных по 60. А тут видишь, вот эта вот фиговина, которая поднимается. Она 4 ленты может поднять сразу же. То есть два бура можно туда подключить. Вот таким способом. Единственное, что это нужно только подключить. Можно буру развернуть или там что-то ещё сделать. Ну или иначе, я просто логики. Не понимаю, какой смысл. Нет, хотя я понимаю, конечно, считать лень. Что тут ещё может быть? Вопрос в том, долезет ли вот эта лента вот сюда вниз. Так, не, нифига. Блин. Ну и на каком расстоянии её ставить? Может быть здесь? Понятно, что сначала лучше нижний выводить. Беда в том, что там медь уже поверх нет и идёт. А переделывать пока что неохот. Ну вот, что это за фигня? Блин. Ну окей, да, вот так вот. Нет, на ленту две печки. Тогда придётся ленты тянуть, которые 120 несут. А они дорогие очень. Какая бесполезная фигня получается. Оно, конечно, так и сделать лучше было бы. А в итоге, когда вот это всё ресурсов наклепает, вот этот вот, вот эту шину импровизированную можно дальше будет пустить. И направить её в цеха. Так, ну здесь я вижу, что лента быстрая, а у того там непонятно пока что. Что-то конвейеры вообще никак не цветом, никак не отличаются. Вот у дальнего бура там какая-то лента длина, а че-то же из-за... А он... Он ещё и отключен, что ли? А чё, они жёлтые мигают? Они же отключены, нет? Или это... Это в простое, да? Они так мигают. То есть, если они пока ждут, они мигают жёлтым, а отключен-то красный. Ну всё понятно. 30 в минуту. Тут вот медную вообще можно разделить на два. Он 30 в минуту фигачит, а лента 60 несёт. Надо посмотреть, сколько бур добывает, чтобы понятно было. Блин, тут на осено как 7 days to die. Не вот эту вот жижу зелёную, а сено. Сейчас надо сгонзать, просто посмотреть, сколько он потребляет. С нами тут получается и рейд другой, чем на железо. Так, ну-ка нафиг. Что-то тут опять игра подвисать стала. Я думаю, там уже счёт потеряли, сколько раз она тут отвалилась. Илья-то там переделывать, блин. Это потом можно. Потом, да. Известняк. Известняк я рубить не хочу. Так, ну давай посмотрим, сколько здесь. Это чистая, то есть она тоже... Видите, она 120 даёт. Лента несёт 60. А потребление идёт вообще 30 в один станок. То есть здесь выгоднее поставить сплиттер, пустить по двум лентам по 60, потому что он всё равно обеспечит. Как бы проблем-то нет. И со второго этажа там забирать. Так, ну сплиттер... Блин, у меня реинфорсит пластин с собой нет. Пришёл называется. Хотя слушать... Так, чё там шурупы на длине... Так, сплиттер... сплиттер... Ахаха... Не поставить. А дальше втыкать. А дальше мне, наверное, лент не хватит. Всё круто, но... Обломайтесь, это называется. А чё-то такой кривой-то, алё. Блин, игра остановилась. Вот как тут строить по-человечески? Как-то можешь мне сказать? То ли лыжи не катят, то ли... То ли дизайнеры игру делали. Чёрт его знает. Даже эта зелёная палка не помогает. Говорите, по линии строй, по линии строй. Так, ну да нафиг. Надо вообще эту фигню развернуть как-нибудь. Всё равно она ставится как-то высоко. Вот... Вот что с ней делать? Не хватает. Три надо. Блин, всё равно её поставлю. Во! Всё. Замечательно. Как жаль, что она наконец-то установилась. так, лента номер один. Лента номер два. Чудесная. Так, эту хрень надо сюда поставить. Эту хрень сюда не поставить. Всё круто, но переделывать. Ничего не меняется от игры к игре вообще абсолютно. Так, стойка. Слушайте, почему стойка по-человечески сюда не ставилась? Она же ведь может по идее на неё встать. Я, по крайней мере, так делал. Ну, как-то так стойка сделать. что там, добыча-то пойдёт? Нет? Да не, фундамент такое. Комменты я читаю. Я просто был слишком увлечён всем чудесным действом. Не-не, это МК-1. Так, поверх наводить? И что он так будет работать? Я, насколько помню, нифига не. Да не наводится оно поверх. то даже вот эта четвёрка, она тоже поверх не наводится. Видишь, она не ставится сюда. И она или в стороне где-то ставить, или переделывать. То есть, если вначале я вот это говно поставлю, оно будет, оно встанет. Почему она так вот? Игра почему-то такая. Блин, прутьов не хватает. Ну, здрасте, приехали. Всё, ресурсы кончились. Придётся бежать на базу. Так, да, сохраниться нужно, пока всё не отвалилось. Ребят, я понимаю, что вы все играете лучше меня. Но, позвольте мне разобраться хоть раз в жизни. Ну, встала же, работает. Самый лучший игрок в футбол это тот, который сидит на диване и пьёт пиво. Вот эти чуваки, они вообще, им надо сразу выдавать медаль и кубок победителя всех возможных турниров. Потому что они лучше всего играют в футбол. Им со стороны понятнее, как нужно это делать. Вот здесь примерно то же самое происходит. Можно, конечно, поставить этот блок дурацкий. Но он настолько дурацкий, этот блок, что я его ставить вообще никак не хочу. Я не понимаю, зачем они сделали принудительную привязку вот к этим бетонным пластинам. Мне просто того не понимают, в башке это не выкладывается. Тут возникает ощущение, что разработчики, лучше игрока, знают, что нужно игроку. Вот почему так, я не знаю. Это, к сожалению, уже не ко мне вопрос. Сплиттеры конвейеру липнут. Ну, да, посмотрим. Окей, спасибо. Так бы и написали. Пойди разбери вообще, о чем речь. Выкидывает. Сольно? Нет, не выкидывает. Выкидывает из-за того, что мы играем в группе. Из-за этого выкидывает. Блин, тут всю эту дичь переделывать не хочется. Так, давай-ка. Может, вот так попробовать? Не, не ставится. Там еще конвейер короткий получался. Так, ну да. И раз сметь потреблять по 15, надо будет что-то придумать тогда. В этом плане. И здесь медяха как раз должна на четвертый подняться. Только четвертый придется очистить изначально. потому что там железо идет. А так этой меди сейчас, наверное, в принципе, надолго хватит. Возможно. не точно, конечно. Вот как оно. Блин, жесть какая вообще. Да, некоторые моменты разработчикам бы следовало бы как-то по-иному здесь сделать. Так, лента, да, некрасиво будет? Давайте, может, сюда поставим. Так, и здесь надо или железную... Что еще такое тут? Что за левитация? Оле, ящики? Да. Поезд работает. Ну, норм. Скорость добычи 120 плюс скорость она зависит от... от самой шахт. А, тут лента уровень 2. Блин, какие богатые, а? 120. Она ведь зависит не только от майнера, еще от чистоты руды. Видишь, тут она чистая. Соответственно, первую 120 добывает. А так на майнере написано... Да, посмотрим. А так он 60 добывает. То есть майнер добывает 60, но так как она чистая, она в два раза больше дает. Так, тут это проще, наверное, разобрать будет, чем вычищать. Так, это у нас какой этаж? Четвертый, да, получится. Все круто, но... Это тут из Михаила вывалилось. Да, странные разработчики заблокировать контент свой не могут, который показывать не хотят. При этом обновление клиента тоже каким-то странным образом идет. Нет бы тот клиент, который есть, чтобы все не перекачивать. Как они так делают вообще? Талант нужен. Дизайнеры что с ним взять? Так, тут это лучше сверху поставить. Блин, адская лестница. Блин, ена нифига. Так, у вас нафиг. С этими исследованиями лучше лишний раз сохраниться. Знаю я. Я научен уже горьким опытом? Так, сюда. Дусь. Так, окей. Медяха тоже готова. Тут, в принципе, можно медяху сейчас по альтернативным рецептам забодяжить что-нибудь. Они из чего сейчас? Из альтернативного рецепта делаются? Если делаются, то, в принципе, можно тогда, наверное, и конвейеры будут. Я сейв только что сделал. То есть, как только прилетел, я сделал сейв. Так, тут у нас медные идут. Здесь у нас реинфорс. Я так понимаю, сейчас инготы можно, да, смешать и в двойном ассемблере их забодяжить. Если это так, то можно направить часть железа и часть медяхи туда. Так, это можно разделить. Было бы. И тогда вот этот конверт туда не направлять. Потому что смысла нет. Так, и здесь, как посоветовали сплиттерам, раз он примагнитивается, да блин, кэш. Это надо тогда убрать и сплиттер поставить прямо напротив вот этой байды. Бездыничает. И сюда. Все, сейчас полная лента как раз должна нормально идти. Ну, точнее, он все равно по 30 потребляет. Лента дает 60. Так, сверху у нас медяха. Блин, как медяху разделить? Надо ли вообще ее разделять? Вот в чем вопрос. Не, горячей клавиши нет. По крайней мере, я не знаю. По четвертому, да, медь. По четвертому идет медь. Я же ее вот оттуда пустил. Тут по двум лентам. Они, видишь, они более зеленого цвета. Я не знаю, там на стриме видно или нет. То есть, это более зеленый, это более темный. И две опять более зеленых. Ну, и можно наверх сюда сползать. Убедиться. Медная руда. Японские города. Как с этих лестниц сползать? Блин, жесть какая. Разработчик Факторио. Да какие заимствования-то? Ну, а в таком случае на разработчиков Факторио подавать в суд то, что они смотрят на настоящие фабрики и делают то же самое. Привет, Максимус. Тиры новые в бете открылись. Ну, люди говорят, что можно открыть. Если немножко пошаманить, тиры новые откроются. Так, здесь у нас рисуют. Что мы делаем? Платформа для прыжков. Зачем они тут? Наверное, пригодятся. Интервью. Я не знаю. Постараюсь, конечно, к субботе доделать. Но ничего не обещаю. Так, что тут за гадости всякое. Там случилась беда, пришлось сценарий немножко переписывать. Так, у нас готова к платформе. Так, сейв сделал. Официально нет, не открыты новые тиры. Поменять порядок обработки. Да нет, тут видишь, я вот эти вот производства поставил для того, чтобы вниз не бегать. То есть, отсюда сейчас можно спокойно забирать все, что надо. Вот оно вот уже здесь копится потихоньку. Можно что-то добавить. А производство именно большие массовые делать дальше. Вон туда. То есть, тут если посмотреть, сейчас я отлезу тут в сторону. Можно вышку, конечно, наблюдательную поставить. Так, трактор и грузовая станция у нас появилась. Можно уголь возить. Так, обзорная башня. Не будете ли вы так любезны? То есть, видишь, как получается, можно вот эту вот шину, там ведь еще вторая часть идет. Две ленты бетоний переделал. Бетоний полезен, конечно. А, ну я, видишь, они там еще вот это вот переделали, все. Тут главное, что с лентами потом не натупить. Блин. Что очко вниз смотреть. Вот, и можно эту шину, в принципе, дальше туда пустить и производствовать, цеха располагать вот в этом месте примерно. Но никому не интересно смотреть, как я бетон стелю. Поэтому меня обвинили, зачем ты это делаешь? Поэтому я не делаю. А так-то, конечно, лучше бетон расстелить и сделать каркас по цеху. Не, монтажера нанимать это такое, забей. Да нет, три видоса... В принципе, я хочу на четыре видоса в неделю выйти, но это со временем. Ну, три-четыре. Просто вот это именно интервью, он довольно проблемный, сложный видос. Приходится сценарий на ходу немножко переделывать. Игровые-то видосы, я их стараюсь почаще делать. Точнее, можно их чаще делать, но ввиду вот некоторых дополнительных видосов они немножко, к сожалению, задерживаются. Так, не, можно, конечно, туда продлить, попробовать. Людей нанимать. Знаешь, сколько подписчиков должно быть на канале, чтобы людей нанимать? И на аутсорс что-то сливать? Очень много. Ну, если в двух словах, то сто пятьсот тысяч миллионов подписчиков, если будет, тогда можно на аутсорс отдавать. На монтаж. Не, а при чем здесь колхоз порождает колхоз? Тут сейчас колхоза как такового-то. Где тут колхоз-то? Здесь четыре ящика. Так, мне кажется, или они текстуры, кстати, для них поменяли? Нет? Текстурки вроде другие у контейнеров были. А, они перекрасили их? Блин. Я тут думаю. В этом конвейер железа, в этом контейнере балки, здесь проволока. Что еще? Все, больше ничего не подключено. Какой смысл-то? Если оно и так делается. Ленты не макаронятся? Абсолютно никак. Ленты, они подведены и стоят. То есть, их можно сейчас протягивать куда угодно. Тут вот, одна лента, она сейчас... Так, я не понял, а что... Ну и тут что такое делать? Это ты что такое, Константин, сделал? Зачем эту ленту сюда подключил? Блин, у тебя по ленте 60 идет. Вот эта херь потребляет 30. Какой смысл ленту на 60 пихать в одну? Ой, ладно. Да, аджик, я согласен. Тут какие-то макароны, макарониц. Ну, я ничего с этим поделать не могу. Тут у фиксанов свое в голове. Выше написал? Я не видел, что ты выше написал. Понятно. Опять отвалилось. Я видел, что ты был радостный от того, что ты переделал вот эти вещи. По факту, я не знаю, что там за переделка была. Да ладно. Блин, запускайся. Блин, Костя, там... Ты же можешь параллельно пустить еще... Ах, я не знаю, как тебе это показать. Вот эти хрени, на которых конвейеры стоят, их можно вплотную друг к другу ставить. И по факту у тебя... Так, вышка осталась. И по факту у тебя получается две параллельных лент вплотную. Можно через небольшую дырку их поставить. Как бы что мешает, чтобы их... В один какой-то, в одну какую-то шину объединить. Блин, ох уж эти краши, а. С медью то же самое. Но в целом тут надо все это сплитерить и дальше тянуть. А здесь оно пускай пока делается. Это вообще не надо трогать. Зачем? Тут оно сделано и пускай оно работает. Не знаю, я смысла не вижу просто. Сразу спать пошел? Да не, на самом деле я тоже скоро спать пойду. Точнее надо видос до этого самого. А потом можно и спать. Завтра. Или послезавтра. Во время того, как моргаешь. Так. Вот где-то здесь можно было бы начинать цех. Например. То есть шина идет где-то тут. Там, правда, придется в обход горы ее поднимать. Так. И цех, если начать вот здесь, например. Можно взять стенку, скажем. Вот что-то типа того. Тут ставится стенка. Ну, я скрин выкладывал, как я эту фигню делал. Ну, в принципе, так-то довольно прикольно получается. Два. Пока просто каркас поставить. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И вперед туда девять блоков. Не, так вот цех-то. Блин. Его надо просто собрать. То есть стенками огородить и собрать. И у тебя будет готовый цех. Пускай он работает там. Пока игра не сломается. Как бы, кто мешает? Хотя тут игра столько раз сломалась уже, блин. С этими вылетами непонятными. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Восемь, девять. Ну, пожалуйста, вот и цех закончен. Делай сколько угодно этажей. Хоть сто пятьсот. Какая разница? Единственное, что здесь лампочек нет. В цехах иногда темновато бывает. Ну, вот, че... Да. Капец. Да не, я не знаю, почему она вылетает. Ну, какого хрена вообще? Алё, игра, остановись. Что ты делаешь? Да не, это сетевой режим. В одиночку такой фигни особо не наблюдается, насколько я понимаю. Ну, в одиночку все это собирать... Блин, ну и хрень, а. Да, игра крашится. Игра крашится, приходится перезапускать. Ну, вот. Ну, вот, какого хрена? И че-то я сейчас тут... Ужас. Что делал, что не делал. То есть, все, что у него было, он в ящике не выложил. Оно просто... Да. Да на сейве я даже вон эту хрень не построил. Наконец, энергия-то че тут потребляют по полтора завода. Нет, вылеты не идут. Из-за того, что я строю платформу за какие-то пределы или не за пределы. Тут до пределов карты ты устанешь к этим пределам ехать. Можно туда в космос подняться, но она очень высоко и никаких пределов не будет. Можно к той горе идти, идти, идти. Ну, не знаю, как написали, потом в итоге персонаж просто начинает помирать постоянно. Проблема здесь не в том, что я вот эти вот площадки строю. В сольной игре таких вылетов нет. То есть я могу сольно здесь вот это все застроить, сделать цех, в него подвести. И таких проблем не будет. Да. Печаль, беда. Привет, паровой Green Ice. Насчет рассинхрона я не знаю, что тут. Рассинхрон, не рассинхрон. Почему оно так? Можно себе в ногу ударить. Я, может, себя хочу электрошокером дернуть. Нигде. Ну, не знаю, может, и рассинхрон. Если сервак сделают, может, таких проблем не будет, черт его знает. Ладно, товарищи, я буду стрим заканчивать. Так что, всем большое спасибо за участие. Как работает цех? Да никак. Ты просто строишь коробку, накидываешь туда каких-то производственных вот этих вот массивов, и норм. Пожалуйста, цех работает. Делаешь абсолютно произвольно. Просто если ты сделаешь какие-то законченные цеха, она будет хотя бы как минимум смотреться нормально. А не вот это вот все. Сохранить, да, надо. Не, я в соло никакой заходить не буду, я уже устал. Вы что, столько стрим идет. Да ладно бы, если молча. Сила, да, да. Ладно, товарищи, всем спокойной ночи. Всем сладких снов. Спасибо. Спасибо.